Гиллиан Флинн. Исчезнувшая. Тебе, бред, моё большое солнце. Тебе, Флинн, моё маленькое солнце. «Любовь — вот бесконечная переменная нашего мира. Ложь, ненависть и даже убийство вобрала она в себя. Она таит в себе противоположности. Она — прекрасная роза с ароматом крови». Иллюзия Тони Кашнер. Часть первая. Парень теряет девушку. Ник Дан. Тот день. Когда я представляю свою жену, то прежде всего вижу голову. Увидев её впервые с затылка, я решил, в форме черепа есть что-то умилительно округлое. Он напоминал спелый орех или окатанный камень со дна реки. В викторианскую эпоху сказали бы «голова идеальной формы». Я узнаю эту голову где угодно. Глядя на неё, с лёгкостью можно представить череп. И то, что внутри. Об этом я тоже думаю. О её разуме. Мозг с уйма извилин, по которым стремительными многоножками бегают мысли. Подобно ребёнку я воображаю, как вскрываю череп Эми и разматываю, как клубок, извилину за извилиной, прочёсываю их, пытаясь найти и выловить мысли. Эми, о чём ты думаешь? Вот вопрос, который я чаще всего задавал за время нашей семейной жизни. В основном не вслух, а мысленно. Думаю, такие вопросы клубятся, словно грозовые тучи над каждой супружеской парой. О чём ты думаешь? Что чувствуешь? Кто мы? Что сделали друг для друга? Что ещё нам предстоит сделать? Мои глаза открылись ровно в шесть утра. Не затрепетали ресницы, как птичьи крылья. Не наступило медленное пробуждение. Нет. Обыденный механический процесс. Как будто фокусник распахнул чёрный ящик. Только что мир окутывала тьма, и вдруг бац! Свет. На часах горели цифры. Шесть ноль ноль. Хм, редкое событие. Обычно я не просыпаюсь в круглое время. Мои побудки беспорядочны. То в восемь сорок три, то в одиннадцать пятьдесят одну, то в девять двадцать шесть. У меня вообще беспорядочная жизнь. И в этот круглый миг, в шесть ноль ноль, солнце перевалило через выстроившиеся на горизонте дубы, явив себя строгим летним владыкой. Его лик вспыхнул по ту сторону реки. К нашему дому протянулся длинный сияющий палец и уперся прямо в меня сквозь хлипкие занавеси грозным жестом. Тебя увидели и уже не спустят глаз. Я уткнулся носом в подушку на нашей нью-йоркской кровати, привезенной в новый дом. Мы все еще называли его новым домом, хотя переехали больше двух лет назад. Арендованный коттедж на берегу Миссисипи был вызывающе роскошным, как загородный дворец Нувариша. Сюда я стремился с самого детства. Жизнь в большом городе тяготила меня. Дом, где все знакомо до мелочей. Но моя жена его ненавидит. «Может, мне душу оставлять при входе?» — осведомилась она, едва появившись здесь. Тогда Эми настояла не на покупке, а на аренде дома в моем родном штате Миссури, всерьез рассчитывая, что надолго мы не задержимся. Но сдаваемые дома столпились именно здесь, в крошечном городе-призраке, разоренным кризисом. Недвижимость переходила в собственность банков, падая в цене до немыслимых пределов. Коттеджные поселки в окрестностях закрывались порой раньше, чем успевали открыться. С моей стороны это был компромисс, но Эми так не считала. Она называла мой поступок прихотью эгоиста, предательской, как удар ножом из-под тишка. Оказывается, я перетащил ее из настоящего города, с его кипучей жизнью, в глушь и дикость. Заточил среди деревенщины, над которой она привыкла потешаться. Я всегда считал, что для достижения компромисса к нему должны стремиться обе стороны. Но почему-то все наши компромиссы были односторонними. Один из нас обязательно оставался недовольным. И, как правило, это была Эми. Не надо злиться на меня, Эми. Не надо называть это миссурийской катастрофой. Злись на экономику, на невезение, на моих родителей, на своих родителей, на интернет и на интернет-пользователей. Я привык зарабатывать писательским трудом, сочинять романы, сценарии для кинофильмов и телевизионных программ. Когда-то люди читали с бумаги, и я жил-нетужил. Я приехал в Нью-Йорк в конце девяностых. В ту пору престиж писательского труда уже дышал на ладан. В Нью-Йорке автор на авторе сидел и автором погонял. И это были самые настоящие писатели, поскольку хватало журналов, газет и книжных издательств. Интернет тогда казался экзотической зверюшкой в отдаленном уголке информационного мира. Кинь ей горстку корма и любуйся, как она пляшет на коротком поводке. Не надо бояться, что однажды ночью подкрадется и прикончит тебя. Подумай только. Было время, когда вчерашний выпускник колледжа приезжал в Нью-Йорк и зарабатывал на жизнь литературой. Разве мы могли предполагать, что осваиваем ремесло, которое уже через десять лет станет никому не нужным? Целых одиннадцать лет у меня была востребованная работа, а потом раз — и пропало. По всей стране херели вместе с экономикой и закрывались журналы. Писатели, то есть писатели моего типа, трудолюбивые билетристы, вдумчивые философы, недостаточно гибкие, чтобы уйти в блогеры и городить всякую чепуху, в большинстве своем упрямые старые гордецы, исчезали, подобно создателям дамских шляпок или извозчих кнутов. Наше время ушло. Через три недели после того, как я получил от ворот-поворот, лишилась работы и Эми. Могу представить, как она заглядывает мне через плечо и ухмыляется, читая строки, где я рассуждаю о своей карьере, о неудачах и увольнениях. Все ее отношение к моим рефлексиям помещается в одной фразе. «Как это типично!» — говорит она. «Как это на тебя похоже, Ник!» Эти слова звучат, как рефрен. Чтобы упасть в ее глазах, достаточно показаться похожим на меня. Два взрослых безработных человека мы блуждали по ржавым бруклинским пескам в носках и пижамах, наплевав на будущее, расшвыривая нераскрытые конверты по столам и диванам, поедая сливочное мороженое с десяти и до полудня, а после обеда отсыпались. Однажды зазвонил телефон. На другом конце провода была моя сестра-двойняшка. Марго тоже потеряла работу в Нью-Йорке и вернулась домой. Девочка вечно опережала меня на шаг, даже когда получала пинки от судьбы злодейки. Она звонила мне из старого доброго Карфагена, штат Миссури, из дома, где мы выросли. Прислушиваясь к голосу Марго, я видел ее десятилетней, с волосами как копна, в шортах на помочах, сидящую на дедовском причале. Она горбилась, смахивая на старую подушку и внимательно следила за белесой, как рыба ногой, которой болтала в воде. Марго всегда была очень сосредоточенной девочкой. Добрым, даже можно сказать ласковым голосом, она сообщила удручающую новость. Наша несгибаемая мама умирала. У отца дела обстояли не лучшие, его отвратительный разум и ничтожная душа угрюмо брели в серую мглу посмертия. Но по всему выходило, что мама и в этот раз его переплюнет. Врачи давали ей шесть месяцев, ну, самое большее год. Я узнал, что Го беседовала с доктором без свидетелей и тщательно записала его слова своим неразборчивым почерком. И теперь, пытаясь расшифровать заметки, неизменно срывалась на плач. Ее смущали сроки и дозировки. «Но мать его, раз так, ну поди вспомни, что он имел в виду! Что значит девять?» — восклицала она. И я решился. «Вот она! Цель! Задача!» Лежит на ладони у сестры, будто спелая слива. Я едва не закричал от восторга и облегчения. «Я возвращаюсь, Го! Мы едем домой! Тебе не придется тащить все на себе!» Она не поверила. Я услышал ее вздох в трубке. «Го! Я серьезно! Почему бы и нет? Здесь меня ничто не держит!» «А что скажет Эми?» — буркнула она. «Вот об этом я и не подумал. Просто решил, что, сунув в чемодан свою нью-йоркскую жену с ее нью-йоркскими увлечениями и нью-йоркской гордыней, уволоку ее от нью-йоркских корней из буйного и полнокровного Манхэттена в городишко на берегу Миссисипи. И дело с концом!» «Я еще не понимал, какой я глупец и оптимист. Я тогда совершенно не умел трезво глядеть на мир и не представлял себе, в какую передрягу вляпаюсь. «Эми будет не против. Эми...» Тут я должен был сказать что-то вроде «Эми любит нашу маму», но не смог, так как за все время нашего супружества они почти не общались. Несколько встреч оставили у обеих неприятный осадок. После каждого разговора Эми несколько дней не могла успокоиться. Что она имела в виду? Как будто наша мама первобытная охотница. Заявилась из прерии с мешком без у него мяса и предлагает меняться, а Эми не может понять, на что именно. Эми не хотела знакомиться с моей семьей, не хотела видеть мою родину, но почему-то переезд не казался мне плохой идеей. Когда подушка нагрелась от дыхания, мои мысли двинулись в другом направлении. Нынешний день не годится для сожаления или копания в прошлом. Его нужно провести активно. Снизу доносились давно забытые звуки. Эми готовила завтрак. Гремели дверцы шкафов, литавры, звенели стаканы и консервные банки, колокольчики, дребезжали кастрюли и жестяные коробки. Тарелки. Кулинарный оркестр достиг крещендо и энергично устремился к финалу. Форма для запекания свалилась на пол, отскочила и стукнулся о стену. Громкие тарелки. Этим утром на завтрак меня ожидает нечто особенное. Например, блинчики. Блинчики — это и есть нечто особенное в понимании Эми. Сегодня пятая годовщина нашей свадьбы. Босиком я прошлепал к лестнице и прислушался, зарывшись пальцами ног в ворс однотонной ковровой дорожки, которую Эми не любила из принципа. И задумался, готов ли я присоединиться к жене. Сама она на кухне не догадывалась о моих сомнениях и что-то меланхолично напевала. Что-то очень знакомое. Я попытался вспомнить, это что-то фольклорное или колыбельное. А потом понял. Это тема из сериала «Чёртова служба в госпитале Мэш». Самоубийство не причиняет боли, и оно приносит много перемен. И я пошёл вниз. На пороге кухни потоптался, глядя на жену. Её жёлтые, как сливочное масло, волосы, собранные в пучок на затылке, весело взбрыкивали. Эмми посасывала обожжённый палец и мурлыкала под нос. Обычно она пела про себя, поскольку я не знал человека хуже, чем она запоминающего стихи. Когда мы исправляли первую годовщину, по радио крутили песню группы Генезис. «She seems to have an invisible touch. Кажется, она обладает невидимым прикосновением. Да, из песни «Invisible touch». А Эмми вместо этого напевала «She takes my hat and puts in on the top shelf». Она берёт мою шляпу и кладёт на верхнюю полку. Когда я спросил, ну как ты до этого додумалась, ведь не малейшего же сходства, жена ответила, ей представляется, что женщина, о которой идёт речь, так любит своего мужа, что бережно хранит его шляпу на самой верхней полке. Я знал, что она любит меня, поэтому тогда был вполне удовлетворён таким объяснением. Есть нечто трудносовместимое в тёплых воспоминаниях и нынешних прохладных отношениях. Эмми, внимательно следя за пузырящимся на сковороде блинчиком, что-то слезнуло с запястья. Оно выглядело с ног сшибательно, так, как и положено моей жене. И если я сейчас обниму её, то почувствую запахи ягод и сахарной пудры. Оглянувшись на меня, стоящего в застиранных трусах боксерах, с волосами, как у Хита Майзера из «Года без Санты», она оперлась о кухонный стол и протянула. «Ну, с добрым утром, трудолюбивый мой». Горечь со страхом подступили комком горлу. И я подумал, ладно, иду. Я вечно опаздывал на работу. Мы с сестрой сделали большую глупость, когда вернулись в родные края. Совершили поступок, о котором мечтали с детства. Мы открыли бар. Деньги одолжили у Эмми в 80 тысяч долларов. Когда-то эти деньги были для неё сущим пустяком, но теперь почти всё её состояние. Я клятвенно пообещал всё вернуть, и даже с процентами. Ведь я не из тех мужчин, которые живут за счёт жены. Сразу представил себя отца, обрезгливо скривившего губы от одной такой мысли. И его уничижительную фразу. «Да, есть много разных мужиков, но ты самый никчёмный из всех». Но на самом деле мы приняли правильное решение. Пошли на оправданный риск. Оба мы, Эмми и я, нуждались в новой карьере, а этот бизнес как раз по мне. Пока она отвергает одно предложение за другим, нам нужен стартовый капитал. А где его взять, если не в стабилизационном фонде Эмми? Подобно тому, как я арендовал коттедж проекта «Макменшин», я вложился в бар, в то символическое место из детских представлений, куда допускаются только взрослые. Может быть, именно поэтому, оставшись без средств к существованию, я был так настойчив в намерении приобрести бар. Он напоминал, что я всё-таки взрослый мужчина, человеческая единица, способная приносить пользу, хоть вся моя карьера пошла прахом. Ошибки я не повторю. Пускай бесконечные стада востребованных писателей продолжают скулить и жаловаться на интернет, на кризис, на американского потребителя, предпочитающего пялиться в телек или гонять в видеоигры, или переписываться в социальных сетях, рассказывая о пролившемся где-то дождике. Но никто не откажется за глотком другим Бурбона провести конец жаркого дня в прохладном полутёмном баре. Мир никогда не бросит пить. Наш угловой бар представлял смешение всех вкусов и стилей. Особенно бросалась в глаза массивная викторианская стойка, где драконы и ангелы словно пытались высунуть головы из дуба. Довольно экстравагантная работа резчика по дереву в пору засилия пластика. Признаться, остаток убранства выглядел как полное дерьмо. По дреному кусочку от каждого десятилетия минувшего века. Линолеум эпохи Эйзенхауэра, покоробленный как пережаренный гренок. Весьма неприглядная панельная обшивка стен словно шагнула из домашнего порно-семидесятых. Галогеновые светильники на полу — дань памяти моей комнате в общежитии в девяностые. Но окончательный дизайн получился на удивление уютным и довольно веселеньким. Обстановка меньше напоминает бар, чем если бы она была тщательно продуманной. Парковка у нас общая с кигельбаном, и когда распахиваются двери, грохот шаров аплодирует входящему посетителю. Бар мы назвали просто «Бар». «Лучше прослыть степщиками, чем креативными банкротами», — рассуждала сестра. Да, мы мнили себя хитро выделанными нью-йоркцами. О том, что название «Тонкая шутка» догадались, может быть, двое-трое клиентов, но погоды они не сделали. То есть никаких сверхприбылей. А мы-то навоображали себе местных, чешущих затылки. «Эй, зачем вы назвали свое заведение баром?» Но первая же посетительница, дамочка в бифокальных очках и в розовом спортивном костюме, заявила. «А мне нравится название. Вроде как ту кошку у Одри Хепберн в завтраке у Тиффани звали просто кошка». С тех пор мы гораздо меньше заносились и правильно делали. Я свернул на парковку, подождал, пока в Кегельбане не случится страйк. «Спасибо, спасибо, друзья мои!» И вылез из машины. Пока еще мне нравились здешние виды. Глаз не замылился. И почта из белого кирпича по ту сторону улицы, теперь закрытая по субботам. И скромное здание цвета беж, городская администрация, тоже временно закрытая. Небогатый и вовсе небольшой город. Хех, дьявольщина. Даже собственного имени у него не было. В штате Миссурии два Карфагена, между ними сотни миль, и наш, промышленный, северный, меньше истезок. Странный городок возник в 1950 году на месте рабочего поселка, а потом слегка разросся на почве научно-технического прогресса. Здесь родилась и прожила всю жизнь моя мама, поставила на ноги меня и Го, так что город имеет историю. По крайней мере, для меня. Шагая в сторону бара по стоянке, с пробивающимся сквозь щели в бетонных плитах бурьяном, я глядел на реку за дорогой. Вот что я всегда буду любить в нашем Карфагене. Мы и поселились не на безопасном пригорке с видом на Миссисипи, а на самой Миссисипи. Я мог спуститься по тропинке, прыгнуть в воду с трехфутового обрыва и уплыть в штат Теннесси. Каждая новостройка в деловой части словно показывала линию, до которой доходили разливы 61-го, 75-го, 84-го, 93-го годов прошлого века, 7-го, 8-го и 11-го годов этого столетия. Сейчас не было половодия, но в реке угадывались мощные течения. По дороге к берегу цепочкой спускались люди. Мой взгляд скользил по их ногам и плечам, ни на ком не задерживаясь. И вдруг один пешеход поднял голову. Темное лицо, словно овальный клок черноты. Я отвернулся. Возникла настойчивая, просто необоримая потребность нырнуть в убежище. Пока я проделал положенные 20 шагов, шея взмокла от пота. Солнце все еще сияло в небе, подобно сердитому глазу. Тебя увидели. Кишки мои сжались в узел, и я зашагал быстрее. Очень хотелось выпить. Эмми Эллиот. 8 января 2005 года. Страница дневника. Тра-ля-ля. Я улыбаюсь, как обретшая семью сирота, когда это пишу. Даже слегка неудобно, что я такая счастливая. Будто болтающая по телефону девчонка из онлайн-комиксов Technicolor. Еще бы добавить волосы, собранные в конский хвост, да речевой пузырь над головой. Я познакомилась с мальчиком. Но ведь это правда. Самая настоящая правда жизни. Да, я встретила парня. Высокого, сильного, прекрасно одетого, с чувством юмора и крутой задницей. Позвольте мне подробно описать всю сцену, поскольку она достойна быть сохраненной в памяти потомков. А нет, не думайте только, что я нафантазировал себе потомство. Фи. Ну, все по порядку. Новый год еще не наступил, но было до него рукой подать. Зима. Рано темнеет. На улице собачий холод. Кармен, одна из моих новых подружек, так себе подружка, чуть-чуть. Бывают подружки, которым неудобно отказывать. Пригласила меня в Бруклин на вечеринку с писателями. Мне нравятся вечеринки с писателями. Мне нравятся писатели. Я родилась в семье писателей, и я сама писатель. Мне все еще в кайф, как пишется это слово. Писатель. В любом документе, в любой анкете, где есть вопросы о роде моей деятельности. Ну, допустим, я составляю персональные опросники, а не даю главные новости на первую полосу. Но все равно, как мне кажется, этого достаточно, чтобы заявить, я писатель. Работа в журнале временная. Она нужна, чтобы оттачивать навыки, копить наблюдения и вникать в детали. Чтобы потом не болтали, будто я такая же бестолковая, как и все писаки. Лучше один раз увидеть и все такое. Снова наползает улыбка удочеренной сиротки. Но согласитесь, все это не так уж маловажно. Я серьезно считаю, что мои анкеты сами по себе поднимают меня на более высокий профессиональный уровень. Разве я не права? На вечеринке вы попадаете в окружение настоящих и даже талантливых писателей, которые сотрудничают с высококлассными, важнющими газетами и журналами. А вы зарабатываете тем, что составляете анкеты для женского листка. Когда вас спрашивают насчет профессии, вы... А. Смущаетесь и мямлите. Я всего-навсего автор глупых викторин. Б. Обижаетесь. Я настоящий писатель, а сейчас я в поисках серьезных предложений. Кстати, сами-то чем промышляете? В. С гордостью рассказываете о своих достижениях. Я готовлю персональные опросники, используя глубокие познания в психологии. У меня степень магистра, между прочим, и, кстати, еще один факт. Я прототип героини популярной книжной серии для детей. Вы об удивительной Эмме разве не слышали? Нет? Ну тогда курите бамбук, снобы. Ответ? В. И только В. Ну, хватит об этом. Вечеринку устраивал один из друзей Кармен, промышляющий журнальными рецензиями на тему киноискусства. Весьма забавный и малый, по утверждению той же Кармен. Я боялась, как бы она не затеяла меня с кем-нибудь свести. Мне неинтересно и запланированное знакомство. Нужно, чтобы мужчина сидел в засаде и нападал неожиданно. Этакий хищный зверь-любовник. Иначе тушуюсь. Изо всех сил стараюсь быть обворожительной, потом лезу вон из кожи, чтобы настоящей обворожительностью замаскировать фальшивую обворожительность. И, наконец, превращаюсь в Лайзу Минелли. Танцую в трико с блёстками и умоляю полюбить меня. Котелок, джаз-хенд и улыбка на 32 зуба. Нет, я понимаю Кармен, который липнет к своему приятелю. Он ей нравится, и это отлично. Мы поднимаемся на три пролёта по раздолбанным ступенькам и заходим в душное помещение, полное писателей. Куча солнцезащитных очков и растрёпанных шевелюр, ковбойских рубашек и водолазок всех цветов радуги. Чёрные суконные пикоты свалены на банкетку, и вся эта гора сползает на пол. На стене постер побега на немецком. Их шансы равны нулю. Из стереоколонок поёт Франц Фердинанд. Take me out! Парни толкутся у карточного столика, где составлена вся выпивка. Подливают себе после каждой пары глотков, так как выпивки мало, а в большой семье клювом не щёлкают. Я протискиваюсь между ними, подставляя пластиковый стаканчик, словно уличный музыкант. Получаю горсть кубиков льда и пару глотков водки от парня со слащавым лицом, одетого в футболку космические захватчики. Вскоре на всех остаётся бутылка убойно-зелёного яблочного ликёра. Это если, как с иронией заметил хозяин, кто-нибудь не сгоняет за выпивкой. Но самопожертвование маловероятно. Каждый утверждает, что именно он бегал в прошлый раз. Здесь, после рождественской вечеринка, гость напраздновался до тошноты, он ленив и недоволен одновременно. Вечеринка, где слишком много пьют и долго подбирают мудрёные выражения в спорах, выдыхая сигаретный дым в форточку, даже после того, как хозяин просит выйти на улицу. Мы уже сказали друг другу всё на тысячи вечеринок в минувшие праздники, и говорить больше не о чем. Но мы скучаем тут все вместе, потому что не хотим идти на мороз. У нас ломит кости от хождения по лестницам в метро. Я бросила Кармен с её щёголем дружком. Они что-то обсуждали в углу кухни, ссутулившись и сблизив лица так, что смахивали на сердечко с Валентинки. Ну и ладно. В желудке посасывало, и я размышляла, где добыть еды, озираясь в центре комнаты, как ребёнок, впервые попавший в закусочную. Но уже практически ничего не осталось. Какие-то обломки картофельных чипсов на дне огромной тарелки фирмы Таппервара. Блюда с овощным ассорти из супермаркета. Привятшая морковь, пожухлый сельдерей, спермовидный дип-соус. Стояло на кофейном столике нетронутым, если не считать торчащие из еды окурки. Точно дополнительные призы. Меня часто тянет на импульсивные поступки. А что, если прыгнуть в портер прямо с театрального балкона? А что, если поцеловать по-французски бродягу, сидящего напротив в вагоне метро? А что, если усесться на пол посреди шумной вечеринки и съесть всё, что не есть на этом блюде, включая хабарики? «Не ешьте ничего отсюда», — произносит голос. «Это он». «Па-па-па-пам». «Но я ещё не знаю, что это он». «Па-па-пам». «Пока я знаю, что это парень, который заговорил со мной. У него налёт самовлюблённости, такой же, как у ироничного чувака в футболке, только этому самомнение более к лицу. Передо мной тип мужчины, который умеет себя подать, умеет понравиться женщине, умеет трахнуть её как следует. А я не прочь потрахаться как следует. Жизнь всё время подсовывает мне три типа мужчин. Опрятные члены Лиги Плюща, которые мнят себя персонажами романа Фитцжеральда. Прилизанные парни с Уолл-стрит, у которых знак доллара не только в глазах, но и в ушах, и во рту. И утончённые интеллигентные мальчики, до того манерные, что тебя постоянно разбирает смех. Персонажи Фитцжеральда в постели, склонны к бессмысленному подражанию порно, много шума, акробатики и никакого толку. Финансисты слабы и быстро отворачиваются. Деликатные умники трахаются так, словно сочиняют математический рок. Эта рука отбивает аккорды здесь, а этот палец задаёт басовый ритм тут. Я не слишком развратный выгляжу. В паузе пересчитываем, сколько их было. Одиннадцать. Неплохо. Но мне всегда казалось, что двенадцать. Вот, хорошее солидное число. Если закругляться, то на нём. Нет, правда? Продолжает номер двенадцать. Ха! Отойдите подальше от подноса. У Джеймса есть ещё кое-что в холодильнике. Целых три вида блюд. Как относитесь к маслинам с горчицей? Маслина там, правда, только одна, но всё-таки. Маслина там, правда, только одна, но всё-таки. Не пик остроумия, но бывают такие особые шутки для внутреннего употребления, которые с годами становятся всё забавнее. Это из-за ностальгии. Я представляю, как год спустя мы будем шагать по Бруклинскому мосту на закате, и кто-нибудь из нас обязательно шепнёт. Маслина там, правда, только одна, но всё-таки. И мы будем хохотать. Тут я спохватываюсь. Ужас. Если бы он догадался, чего я себе намечтала на целый год, то бежал бы без оглядки. А это в мои планы не входит. Я много улыбаюсь, но это в основном потому, что он супер. Красавец, глаз не оторвать. Просто шизеешь от такого великолепия. Подмывает обратиться с неуклюжим. Сам ты хоть знаешь, какой ты обалденный. И дальше завяжется беседа. Держу пари, что все записные ловеласы терпеть его не могут. Он напоминает богатенького подонка из подростковых фильмов восьмидесятых. Такой задирает чувствительных неудачников, пока не получит тортом физиономию. И вот он стоит, дурак дураком, а взбитые сливки текут ему за стиляжно поднятый воротник. Но этот парень так себя не ведет. Его зовут Ник. Хорошее имя. Оно помогает ему выглядеть симпатичнее и нормальнее. Да он такой и есть. Когда Ник представляется, я отвечаю, «Да, это удачное имя». Он улыбается и пускается в рассуждение. «Верно. Ник как раз тот парень, с которым можно просто попить пиво. Тот парень, который не помнит, тошнил ли вас в его машине. Ник...» Он выдает подряд несколько жутких каламбуров. Я улавливаю от силы три четверти цитат из кинолент. А может и две трети. Узелок на память. Взять в прокате верняк. Он снова наливает мне спиртного, даже не спрашивая разрешения. При этом находит более-менее пристойный стакан. Он претендует на меня. Он пометил меня. Я успел первым, теперь она моя. И это здорово. Особенно после моего последнего нервного, мягкотелого парня эпохи победившего феминизма. У Ника широкая улыбка. Улыбка сытого кота. Как будто он сейчас выплюнет лимонные перья канарейки Твити. Он не спрашивает, чем я зарабатываю на жизнь. И это очень тонкий ход. Между прочим, я писательница, чтобы вы знали. Он беседует со мной на плавном говорке уроженцев Миссури. Рассказывает, что родился и вырос на окраине Ганнибала, на родине Марка Твена, где тот черпал вдохновение для Тома Сойера. Рассказывает, как подростком работал на пароходе. Ужин и джаз для туристов. А когда я смеюсь, нагловатая, своевольная нью-йоркская девчонка, которая никогда не рисковала съездить в эти огромные внутренние штаты. Штаты, где живут совсем иные люди. Он сообщает, что Миссури — волшебный край. В мире нет земли красивее и нет штата величественнее. При этом глаза его такие озорные, а ресницы такие длинные. Легко представить, каким он был в детстве. Мы уезжаем в одном такси. Уличные фонари делают дорогу полосатой. Даже кружится голова. Шофер давит на газ, будто мы уходим от погони. Но в двенадцати кварталах от моего дома мы застреваем в классической неожиданной нью-йоркской пробке. Ныряем из такси в холод и пустоту. А что потом? Ник провожает меня домой, легонько обнимая за талию, а наши лица зябнут. Свернув за угол, мы видим, как местная пекарня разгружает сахарную пудру. Мешками, как цемент, их заносят в подвал. Призрачные тени грузчиков плывут в белёсом сладком мареве. Улица качается под ногами. Ник притягивает меня к себе и улыбается. Берёт мой локон и пропускает между пальцами. Дважды дёргает, будто звонит в колокольчик. Его ресницы припорошены пудрой, а потом он склоняется и слизывает сахар с моих губ, словно пробует меня на вкус. Ник Дам. Тот день. Я оттолкнул двери нашего бара и окунулся в полумрак, сделав первый за этот день по-настоящему глубокий вдох. Поймал запахи сигареты, пива, специфический аромат бурбона, застоявшуюся вонь пережаренного попкорна. Внутри сидел один единственный клиент. Привычное место за дальним концом барной стойки занимала старушка Сью, которая каждый четверг приходила сюда с мужем, пока тот не умер месяца три назад. Она продолжала появляться по четвергам, ни с кем не разговаривала, а просто сидела с пивом и кроссвордом, соблюдая привычный ритуал. Моя сестра работала за стойкой. Волосы она закрепила заколкой, как девочка-простушка. Покрасневшие руки ополаскивали бокалы мыльной водой и наливали в них пиво. Ого! Стройная фигура и необычные черты лица. Трудно назвать ее непривлекательной. Нужно только уделить минутку и оценить по достоинству широкие скулы, аккуратные носы и круглые глаза. В ту эпоху, когда в фильмах снимались подобные типажи, мужчины сдвигали бы перед ней на затылок фетровые шляпы, присвистывали и восклицали. Вот это я понимаю. Лицо королевы такой экзотики, как кино 30-х годов, не всегда соответствует нашим представлениям о феях сего времени. Но моя сестра, сколько я ее помню, нравится мужчинам, и это одновременно вселяет в меня гордость и тревогу за Го. «А мясной хлеб с паприкой сейчас еще делают?» — спросила Го вместо приветствия, не поднимая глаз, просто догадавшись, что это я зашел. Я ощутил умиротворение, как всегда, в ее присутствии. Может быть, наше дело и не приносит большой прибыли, но живы будем, не помрем. Го, моя двойняшка. Я так часто произносил эти слова, что они превратились в молитву, в успокоительную мантру. Мы родились в 70-е, когда двойняшки были столь же редки, как единороги или эльфы. Похоже, мы чувствуем друг друга телепатически. Во всем мире не найдется еще человека, с которым я ощущал бы такое близкое сродство. Мне не нужно объяснять ей свои поступки. Я не растолковываю, не переживаю, не мучаюсь сомнениями. Я не говорю ей всего с некоторых пор, да и никому не говорю всего, но я ей говорю все, что можно сказать. Девять месяцев мы провели спина к спине, прикрывая друг друга. Это стало привычкой на всю жизнь. И мне все равно, что она девчонка. Правда, странное отношение для такого застенчивого паренька. Ну, что еще сказать. Марго всегда была крута. «Мясной хлеб с паприкой — это колбаса такая, что ли?» — спросил я. «Наверное, еще делают». «Надо бы нам прикупить немного», — проговорила она, выгнув бровь. «Интересно, что за штука?» Не задавая вопросов, она плеснула мне крепкого пива в кружку сомнительной чистоты. Заметила, что я рассматриваю испачканный ободок, поднесла бокал к губам и слезнула пятно, оставив капельку слюны. Поставила передо мной на картонный квадратик. «Так лучше, мой повелитель». Го всегда считала, что я был родительским любимчиком. Просто потому, что я мальчик, единственный ребенок, чье появление планировали. Она пробралась в этот мир незаконно, вцепившись в мою лодыжку. Нежеланный гость, а для нашего отца так весьма нежеланный гость. Она считала себя лишней, особенно в детстве, влача жалкое существование, редкие обновки из магазинов готового платья, ограничения в расходах, всеобщая жалость. Во многом ее рассуждения совпадали с истинным положением дел. Я это вполне допускаю. «Да, моя жалкая рабыня», я царственно повел рукой. И принялся за пиво. «Нужно посидеть и выпить пару бокалов, а лучше три». Мои нервы пошли в разнос с самого утра. «Что с тобой?» спросила Го. «Какой-то ты взвинченный». Она брызнула в меня пеной, в которой воды было гораздо больше, чем мыло. Внезапно заработал кондиционер, взъерошив волосы на наших головах. «В баре мы проводили больше времени, чем необходимо. Он стал для нас кружком по интересам, которого в детстве мы были лишены. Однажды ночью, подвыпив, мы вскрыли старые коробки в подвале дома нашей мамы. Тогда она еще бодрилась, но смерть уже стучалась в дверь. Желая хоть как-то отвлечься, мы вытащили и разобрали все игрушки и настольные игры под аккомпанемент охов и ахов в перерывах между глотками баночного пива. Получилось этакое августовское Рождество. После смерти матушки Го перебралась в ее старый дом, а игрушки мы потихоньку перетащили в наш бар. Например, неожиданно для меня на табурете появилась кукла земляничный шоткейк, практически лишившаяся аромата. Мой давишний подарок Го. А на угловую полку встал маленький Chevrolet El Camino фирмы Hot Wheels без одного колеса и ее ответный подарок. Мы даже подумывали организовать вечер настольных игр для посетителей, хотя большинство наших клиентов были слишком дряхлы, чтобы восхищаться воспоминаниями о голодных бегемотиках или игре «Жизнь» с малюсенькими пластмассовыми автомобилями, которые надо было заполнять родителями и детьми размером с булавочную головку. Что-то я не запомнил, как ты выиграл. Афоризм дня от Hasbro. Го снова налила мне пиво, а потом и себе. Века на ее левом глазу слегка опустилась. Время близилось к полудню, к 12.00, и я задался вопросом, это который у нее нынче бокал. Марго пережила ухабистое десятилетие. Моя сестра, финансистка, с мозгом космического инженера и духом наездника Родео, в конце девяностых закончила колледж и перебралась в Манхэттен. Она, одна из первых доткомовских феноменов, срубила сумасшедшие деньги, а потом угодила в интернет пузырь двухтысячного. Но катастрофа не сломила Го. Возраст у нее был ближе к 20, чем к 30, и выглядела она что надо. Во втором акте жизненной драмы она получила ученую степень и окунулась в теневой мир банковских инвестиций. Держалась в середнячках. Ничего чересчур роскошного, ничего предосудительного, но потеряла работу очень скоро, в 2008 году, когда финансовая система пошла к черту. Я даже не знал, что сестра покинула Нью-Йорк, пока она не позвонила из маминого дома со словами «Я сдаюсь». Я уговаривал вернуться, льстил самолюбию, но Го отвечала лишь напряженным молчанием. Повесив трубку, я, озабоченный, совершил паломничество в Бауэре, и там, в квартире сестры, увидел ее любимый фикус по имени Гарри, умирающим, с облетевшей листвой, изгнанным на площадку пожарной лестницы. Тогда я понял, что она не собирается возвращаться. Казалось, работа в баре взбодрила ее. Она вела бухгалтерию, разливала пиво, довольно регулярно тянула мелочи из банки для чаевых, зато и работала больше, чем я. Мы старались не вспоминать прежнюю жизнь. Мы данны, мы делаем свое дело и, как ни странно, довольны судьбой. «Ну и что?» спросила Го. Обычно этими словами она и начинала разговор. «А...» «Что?» «А...» «А, это плохо?» «Ты неважно выглядишь». Я пожал плечами, и сестра внимательно посмотрела мне в лицо. «Эми?» «Легкий вопрос». Я снова пожал плечами, проверенный временем знак «А что подделать?» Го состроила удивленное лицо и, опираясь локтями об барную стойку, расположила подбородок на ладонях, приготовилась отпустить шпильку насчет моей семейной жизни. В этом занятии она поднаторила. «Так что за проблема?» «Трудный день. Всего-навсего трудный день». «Ты слишком трясешься над ней». Гоза курила, пустила струйку дыма мне в лицо. Она курила по одной сигарете в день. Все женщины чокнутые. Моя сестра не относила себя к женщинам, и даже само это слово всегда произносила с насмешкой. Я дунул навстречу дыму, возвращая его хозяйке. «У нас сегодня юбилей. Пять лет». «Вау!» Гоза прокинула голову. Она была у нас подружкой невесты, вся в нежно-фиолетовом, волосы цвета вороного крыла украшены аметистами, а мать Эми помогала ей наряжаться. Но какой-то там юбилей, по ее мнению, не стоил того, чтобы напрягать память. «Черт побери! Твою мать, красавчик! Так быстро!» Она опять дунула дымом в мою сторону. Пассивный способ заработать рак легких. «И она что, собирается устроить, ну, как вы это называете, мусоросборку?» «Охоту за сокровищами», поправил я ее. «Моя жена обожала игры. По большей части те, которые требовали умственных усилий, но и обычные игры тоже. В каждую нашу годовщину она тщательно организовывала сложные поиски клада. Каждый ход требовал разгадки некоего ключа, и с каждым шагом я продвигался все дальше и дальше, пока в конце концов не получал заслуженную награду. Я думаю, ее папаша устраивал для ее мамаши подобное развлечение в юбилейные дни, и не думайте, что я не считаю себя обязанным выполнять гендерную роль. Но я рос не в семье, Эми, а в своей, а потому отлично помню последний подарок отца маме. Тяжелый утюг, даже без обертки или коробки, мрачно выставленный на кухонный стол». «Будем держать пари, как она разозлится на тебя в этом году?» спросила Го, улыбаясь над краем бокала. В охоте за сокровищами Сэми меня подстерегала вечная проблема. «Я никак не мог угадать нужный ключ. В нашу первую годовщину, еще в Нью-Йорке, я отыскал два из семи. И это был лучший год». Первая загадка гласила, «Местечко это, мама, не горюй, но был хорош в осенний вторник поцелуй». «Ммм, так ощущает себя ребенок на экзамене по грамматике. За несколько томительных секунд ты перелопачиваешь свои мозги сверху донизу, тщетно пытаясь догадаться, что бы это значило. И тебя, словно неуча, охватывает паника». «Ирландский бар в неком определенном месте», подсказывала Эми. «Я закусил губу и пожал плечами, озираясь по сторонам, будто ответ должен появиться в нашей гостиной. Эми дала мне еще одну, очень длинную минуту». «Мы заблудились под дождем». Теперь в ее голосе проскользнула нотка раздражения. «Я сдался». «Макман, Зник, помнишь, как мы заблудились под дождем в китайском квартале и мечтали найти сухое местечко? Думали, что спрячемся возле статуи Конфуция, но у них там целых два Конфуция, поэтому мы нырнули в первый попавшийся ирландский бар, лишь бы спрятаться от проклятой сырости. Хлопнули по нескольку стаканчиков виски, а потом... потом ты сгреб меня в охапку и поцеловал. И это было... «Точно! Но если бы ты сделала ключом упоминание о Конфуции, то я...» «Важна не статуя, а заведение. И тот миг... Я ведь думала, это было просто нечто!» Последние слова она произнесла в ритме детской песенки. Когда-то мне это казалось очень милым. «А это и было нечто!» Я притянул Эми к себе и поцеловал. «Тот чмок у меня специально для таких вот праздников. Так давай же сходим в Макманз и повторим поцелуй». Широкоплечий и бородатый, похожий на медведя, бармен из Макманза, заметив наше появление, оскалился, набулькал нам виски и продекламировал следующую загадку. «От грусти, наверное, я не умру. Есть место, которое лечит хандру». Это целебное место не могло быть ничем иным, кроме как статуи в Центральном парке, изображавшей Алису из Страны Чудеса, о которой Эми мне рассказывала. Рассказывала много раз, поэтому облегчила задачу, стоящую передачу нерадивым учеником. Я не забыл ничего из тех разговоров. Честное слово, не забыл. Хотя у меня есть такой грешок все преувеличивать. Я всегда считал свою жену обалденной. В хорошем смысле этого слова. В ее присутствии теряешь возможность трезво мыслить. Просто находишься рядом, видишь ее, слышишь и не всегда обращаешь внимание на то, что именно она говорит. Вроде бы надо, а не получается». К тому времени, как день склонился к вечеру, и мы подобрались к моменту вручения настоящих подарков, бумажных, как и полагается в первую годовщину свадьбы, Эми перестала со мной разговаривать. «Я люблю тебя, Эми. Ты же знаешь, что люблю», говорил я ей в спину, лавируя среди удивленных туристов, которые целыми семейными стайками жадно глазели на нас, забыв обо всем. Эми пронизвала толпу, запрудившую центральный парк, ловко выворачиваясь от ополоумивших прохожих, и у нее прекрасно получалось. Бегуны на роликах, родители на корточках, малыши, едва начавшие ходить, а потому шатающиеся, как пьянчуги, всегда выскакивали только передо мной, мешая идти. Я пытался поймать ее за руку. Она повернулась ко мне с каменным лицом, и я привел единственный довод, показавшийся мне разумным. — Эми, я не понимаю, почему должен доказывать свою любовь, запоминая все, что ты делаешь, и все, что говоришь. Если я так не поступаю, это не значит, что мне недорога наша совместная жизнь. По соседству клоун надувал воздушный шар в виде какого-то зверя, мужчина покупал розу, ребенок лизал мороженое. А у нас рождалась новая, незабываемая традиция. Эми уходила вдаль, оставляя меня за бортом как нечто недостойное усилий. Вот вам и счастливая в задницу годовщина. — Пять лет. Небось, с беленицей нешуточно, продолжала Го. — Надеюсь, ты для нее самый лучший подарок приготовил? — Это дело у меня в списке срочных. — А что символизирует пятилетний юбилей? Бумага? — Это первый год бумажная свадьба, ответил я. — Я, в конце той мучительной охоты за сокровищами Эми одарила меня шикарным пищем набором. Вверху каждого листа вытеснены мои инициалы, а сама бумага такого сливочного цвета, что я боялся испачкать пальцы. В ответ я вручил жене ярко-красного воздушного змея из бумаги, с изображением парка, пикников, теплых летних деньков. Ни ей, ни мне подарок не понравился. Мы ждали чего-то другого. Вот такой получился о Генриевский рассказ наоборот. — Серебряная? — угадывала Го. — Бронзовая. Слоново-косная. Ну, помогай же мне. — Деревянная. Не знаю, что можно придумать романтичного из древесины. Сью покинула свое место за стойкой, аккуратно сложив газету и оставив рядом с пустым бокалом пятидолларовую бумажку. Когда она вышла, мы с сестрой обменялись грустными улыбками. — Я придумала, сказала Го. — Возвращайся домой, трахни ее так, чтобы мозги через уши вылезли, а потом дай ей по морде хером и скажи, лучший подарок для п***и, палка. Мы захохотали, а после почти одновременно покраснели. Такие искобрезные шутки не для сестер. И Го просто наслаждалась, швыряя мне их как гранаты. Именно поэтому в школе ходили слухи, что мы любовники. Близнецовый инцест. Со стороны казалось, что мы ведем себя слишком интимно. Свои особые шуточки, перешептывания на вечеринках и тому подобное. Я не уверен, стоит ли об этом распространяться, но, чтобы не быть неверно истолкованным, скажу, мы с сестрой никогда не были любовниками и даже мысли об этом не возникало. Просто мы очень близкие друзья. Го устроила целую пантомиму, изображая, как я трахаю жену. Они с Эмми нипочем не смогли бы подружиться. Каждая стремилась завоевать полное господство на облюбовной территории. Го привыкла занимать место альфа-самки в моей жизни, а Эмми привыкла быть альфа-самкой вообще по жизни. Для людей, успевших пожить в одних и тех же городах, вначале в Нью-Йорке, а потом здесь, они почти не знали друг друга. Порхали по моей судьбе вышкаленными театральными актрисами. Одна взбегает на сцену, другая спускается с противоположной стороны. А если вдруг оказывались одновременно в одном месте, то обе моментально замыкались. Прежде чем мы с Эмми узаконили отношения, я время от времени слышал отзывы Го. «Это странно, но я никак не могу разобраться, что это вообще за человек». Или «Ты просто на себя не похож, когда она рядом». И еще. Есть существенная разница между любовью к женщине и любовью к придуманному образу женщины. И наконец, очень важно, сможет ли она сделать тебя счастливым. Тогда Эмми удалось сделать меня счастливым. И она выразила собственные постулаты, что касается Го. «В ней чересчур много миссурийского, ты не находишь? Или тебе нужен особый настрой для нее? И еще она не слишком нуждается в тебе, но сдается, больше у нее никого нет». «Я рассчитывал, что они сблизятся, когда мы вернемся в миссури, забудут разногласия ради того, чтобы быть рядом со мной». Ни одна не попыталась. Го была юморнее, чем Эмми, поэтому борьба между ними велась не на равных. Эмми умна, проницательна и саркастична. Она могла разозлить меня, могла отпустить тонкую остроту, зато Го всегда заставляла меня смеяться. Это опасно, когда человек заставляет тебя смеяться над собственной женой. «Го, я думал, мы договорились, что ты не будешь упоминать мои гениталии в суе», сказал я. «С учетом наших родственных отношений у меня вообще нет никаких гениталий». Зазвонил телефон. Го хорошенько приложилась к пиву, закатила глаза и улыбнулась. «Конечно, он здесь, секундочку», и для меня изрекла «Карл». Карл Пелли жил через дорогу от нашего Сэми дома. Вышел на пенсию три года назад. Развелся два года назад. Приехал в наш пригород сразу после развода. Раньше он был комиво и жором, товары для детских праздников. И я догадывался, что он, сорок лет прокантовавшись по мотелям, ощущал себя дома не вполне уютно. В бар он заходил каждый день с пакетом острых гамбургеров Харди и жаловался на отсутствие денег до тех пор, пока я не предложил ему наливать первый стакан за счет заведения. Просто я узнал о Карле еще кое-что. Он был безобидным, но неизлечимым алкоголиком. Ему хватало благоразумия поверить, что мы не пытаемся слить в него просроченные напитки, хотя поначалу подобные предположения имели место. Целый месяц Карл не пил ничего, кроме зимы, года этак 1992-го, в пыльных бутылках, которые мы обнаружили в подвале. Когда тяжелое похмелье удерживал старика дома, он обязательно находил повод для звонка. «Ники, у вас почтовый ящик переполнен, может, посылка пришла? Ники, дело к дождю, а у вас окна открыты, может, стоит их закрыть?» Каждый раз причина была вымышленной, просто Карлу позарез хотелось услышать перезвон бокалов и бульканье выпивки. Я потряс возле трубки стакан с колотым льдом, так, чтобы Карл мог вообразить порцию джина. «Привет, Никки», раздался блеклый голос, «извините за беспокойство, я просто подумал, нужно вам сообщить, двери вашего дома на распашку и кошка на улице, наверное, так не должно быть». Я уклончиво хмыкнул. «Я бы сходил и проверил», продолжал Карл, «но мне слегка не здоровиться». «Не переживайте», ответил я, «Мне уже все равно пора возвращаться». Путь по Ривер Роуд, ведущий прямо на север, занял у меня не больше пятнадцати минут. Иногда, въезжая в наш пригород, я невольно вздрагиваю. Слишком много домов пялится пустыми глазницами окон, дома, что никогда не знали хозяев, или дома, имевшие владельцев, но видевшие их изгнание. Дома, ставшие пустыми, обезлюдевшие. Когда мы с Эмми переехали сюда, немногочисленные соседи соизволили нас навестить. Одинокая мамаша трехлетнего карапуза пришла со сковородой. Молодой отец тройней прибыл с упаковкой пива, его жена осталась дома с малышами. Заглянула пожилая верующая пара из ближайшего дома. И куда без него приплелся Карл из дома напротив. Мы сидели на задней веранде и любовались рекой. Обсуждали невеселые вещи, ипотечный кредит с плавающей ставкой, кредиты под нулевой процент, нулевую предоплату. Потом все обратили внимание, что только у нас, Сэмми, есть выход к реке, зато нет детей. «Всего лишь вдвоем? В таком большом доме?» удивилась одинокая мамочка, выдавая каждому порцию яичницы глазуни. «Всего лишь вдвоем», подтвердил я с улыбкой, отправляя в рот полужидкий желток. «Вам будет одиноко». Тут она не ошиблась. Четыре месяца спустя Мадонна с младенцами проиграла свою ипотечную войну и исчезла посреди ночи. Их дом так и остался пустовать. На окне гостиной все еще красовалась бабочка, нарисованная детской рукой. Яркие цвета фломастеров Magic Однажды вечером, недавно, возвращаясь домой, я заметил позади картинки бородатое и грязное лицо, колышущееся в темноте, как печальная аквариумная рыба. Он догадался, что я его вижу, и скрылся в глубине дома. На завтра я оставил бумажный пакет с сэндвичами на нижней ступеньке крыльца. Еда простояла неделю нетронутой, превращаясь в вонючую кашу на жарком солнце, пока я не выбросил эту гниль. Царила тишина. В нашем пригороде всегда тишина. Только я приближался к дому подурчания автомобильного двигателя. Кот действительно сидел на ступеньках. Все еще на ступеньках. Через двадцать минут после звонка Карла. Вот это уже странно. Эмми любила кота. Она удалила питомцу когти и никогда не выпускала его из дому. Все потому, что усатая тварь по кличке Бликер отличалась умильностью и чрезвычайной глупостью. Несмотря на чип слежения, упрятанный в жирных волосатых складках, он бы моментально исчез навсегда, оказавшись на улице, и хозяйка это прекрасно знала. Кот проковылял бы прямиком к Миссисипи и поплыл бы вниз по течению к Мексиканскому заливу, чтобы свести счеты с жизнью в брюхе голодной акулы-быка. Хотя вряд ли. Ему не хватало мозгов, чтобы спуститься хотя бы по лестнице. Бликер торчал на краю крыльца, толстый, но гордый часовой, а может олицетворение лени. Когда я покинул автомобиль, Карл появился на ступеньках своего дома. Так я и шел, ощущая на себе взгляды старика и кота вдоль ряда красных пионов, сочных и мясистых, хоть рви да ешь. Я уже отрезал было коту путь к бегству, когда вдруг увидел, что дверь открыта. Карл не сказал, насколько широко, но теперь я отлично разглядел. Не приоткрыто, типа я выскочил на минутку выбросить мусор. Распахнута настежь, и зловеще зияет. Карл, ожидая моего ответа, застыл по ту сторону дороги, как некое гротескное произведение изобразительного искусства, и я чувствовал, что надо притвориться озабоченным мужем. Постояв на середине лестницы, я нахмурился, а потом взбежал, перешагивая через две ступеньки и выкрикивая имя жены. Ответом было молчание. «Эми, ты дома?» Я поднялся в верхние комнаты. Никакой Эми. Гладильная доска разложена, на ней включенный утюг. «Эми!» Я спустился бегом, заметив через открытую дверь, что Карл никуда не делся, таращится, упирая руки в боки. Завернув в гостиную, я нажал кнопку выключателя. На ковре сверкали осколки стекла от кофейного столика. Тумбочки опрокинуты, книги рассыпались по полу на манер игральных карт. Даже тяжелая антикварная атаманка лежала кверху брюхом, короткие толстые ножки торчали, как у мертвого зверя, а посреди всего этого беспорядка валялись блестящие ножницы. «Эми!» Я носился по дому, выкрикивая ее имя. Через кухню, где кипел чайник, в подвал, потом в пустующую гостевую комнату, наконец выскочил наружу через черный ход, пересек задний двор и сбежал на узкий лодочный причал, перегнулся через край, чтобы убедиться, ее нет в нашей лодке. Однажды я нашел ее там, лежащую лицом к солнцу с закрытыми глазами. Тогда я долго любовался Жениной красотой на фоне сказочной реки, а потом Эми неожиданно открыла голубые глаза, но ничего не сказала. Промолчал ее, просто развернулся и ушел в дом. Эми! Ее не было на реке, ее не было в доме, ее не было нигде. Эми исчезла. Эми Элиот 18 сентября 2005 года страница дневника Ну надо же. Угадайте, кто вернулся. Ник Дан, парень с бруклинской вечеринки, целующийся в сахарном облаке и исчезающий. Восемь месяцев, две недели и два дня, просто слов нет. А потом вдруг снова появляется, будто так и было задумано. Рассказывает, что потерял номер моего телефона. Записной книжки в кармане не оказалось, поэтому он записал на старом билете, сунул билет в карман джинсов и постирал. В результате бумажка превратилась в мокрый комок целлюлозы. Удалось различить только цифры 3 и 8. Это он так утверждает. Потом вдруг работа поглотила его без остатка, а когда отпустила, был уже март, так поздно, что он постеснялся меня разыскивать. Это он так утверждает. Конечно, я разозлилась. Ох, как я разозлилась! Но сейчас не в этом дело. Позвольте мне реконструировать событие. Это я говорю. Сегодняшний день. Сентябрьские порывистые ветры. Время обеденное. Я иду по тротуару Седьмой Авеню и плотоядно созерцаю контейнеры в витринах закусочных. Бесконечные пластиковые упаковки с нарезанной дыней обыкновенной, дыней канталупой, дыней медовой лежат себе на льду, как дневной улов рыболовецкого судна. И вдруг чувствую, как меня обгоняет человек, а потом краем глаза замечаю. Опа! Это же он! Парень из... Я познакомилась с мальчиком! Не сбавляя Я вас знаю, сдержанно, но с вызовом. Б. Ну ничего себе! Я так рада тебя видеть! Безвольно, как половая тряпка. В. Убирайся и займись анонизмом с горькой злостью. Г. Приветик, Ник, ты ведь никуда не торопишься? Легко, игриво, непринужденно. Ответ Г. И вот теперь мы вместе. Вместе, вместе! Так легко и хорошо! Он поинтересовался, найдется ли у меня свободное время. Оно найдется! Просто вчера вечером состоялась презентация книги моих родителей. Удивительная Эми и главный день. Ох, Ранд и Мэрибет не устояли. Если уж они не смогли выдать замуж свою дочь, то выдали ее тезку. Да, это двадцатая книга. Удивительная Эми теперь замужняя дама. Хм, кому это понравится? Никто не хотел, чтобы удивительная Эми выросла, а я меньше всех. Расти предоставьте мне, а ее законсервируйте вместе с гольфами и бантиками. Мое литературное альтер-эго, живущее под обложкой дешевого покетбука, моего мистического двойника, которого все принимают за меня. Но Эми хлеб с маслом для семейства Элиот. Она служила нам верой и правдой, поэтому предки решили, что я не смею завидовать ее счастью. Само собой, она вышла замуж за старого, доброго, способного Энди, и они будут жить, как мои родители, долго и счастливо. Омрачила атмосфера праздника только невероятно малый стартовый тираж. В восьмидесятые каждая новая удивительная Эми обычно выходила по сто тысяч экземпляров. Сейчас только десятка. Потому презентация не отличалась особым размахом. А это, прямо скажем, неприлично. Каков, по-вашему, должен быть банкет в честь вымышленного персонажа, которого выпустили в жизнь шестилетней малюткой и благополучно довели до возраста тридцатилетней невесты, а она все еще разговаривает, как ребенок? Фу ты, подумала Эми, мой дорогой женишок наверняка становится жутким брюзгой, когда не получает желаемого. Серьезно, это цитата. А целиком текст вызывает желание хорошенько врезать коленом прямо в непорочное влагалище моей тезки. Книжка для ностальгирующих теток, которые выросли на приключениях удивительной Эми. Но мне почему-то кажется, что вряд ли они захотят читать новинку. Я-то, конечно, прочла и дала рукописи свое благословение, как это уже случалось много раз. Ранд и Мэрибет опасались, что я могу расценить брак Эми как насмешку над моим собственным сидением в девках. Я, между прочим, придерживаюсь мнения, что женщина не должна выходить замуж раньше тридцати пяти, заявила моя мама, окрутившая папу в двадцать три года. Мои родители всегда переживали, что я могу принять образ Эми слишком близко к сердцу. Не читая они слишком много, говорили они. И все же я заметила, что всякий раз, когда я пасую перед чем-то в жизни, Эми с честью выходит из сложной ситуации. В двенадцать лет я окончательно забросила скрипку, а Эми в следующей книге предстала как музыкально одаренная личность. Фу ты, скрипка — это, конечно, тяжкий труд, но тяжкий труд закаляет тело и душу. В шестнадцать я сорвалась с чемпионата по теннису среди юниоров, чтобы провести выходные с друзьями на берегу моря. И вскоре Эми нашла себя в спорте. Фу ты, мне, конечно, нравится отдыхать с друзьями, но я же не подведу себя и команду, если не появлюсь на турнире. Обычно это бесило меня, страшно. А после поступления в Гарвард, кстати, Эми тоже безошибочно выбрала альма-матер моих родителей, мне все стало казаться слишком нелепым, чтобы заморачиваться. Раз уж мои родители, оба детские психологи, выбрали по отношению к родному ребенку подобного рода пассивную агрессию, то пускай они и варятся в собственной глупости, а я буду прикалываться над ними и над всем остальным. Презентация показалась мне такой же шизофреничной, как и книга. Проходила она в Блю Найте возле Юнион Сквера в полутемном салоне с гнутыми стульями и зеркалами в стиле ар-деко. Предполагается, что они заставят вас почувствовать себя яркой молодой штучкой. Джин и Мартини на покачивающихся подносах в руках у официантов с приклеенными улыбками. Жадные журналисты усмехаются и переминаются с ноги на ногу в ожидании халявного хавчика и бухла, напьются, нажрутся и свалят куда-нибудь еще. Мои родители прохаживаются по салону рука об руку. История их любви неразделима с историей удивительной Эми. Супружеская пара, чей творческий процесс плодотворен на протяжении четверти века. Родственные души. Так они называют себя и в этом есть немалая доля истины. Могу поручиться, поскольку изучаю их много лет, с самого детства. В их общении нет острых углов, никаких конфликтов. Они движутся по жизни будто сросшиеся медузы, инстинктивно расширяются и сжимаются, плавно перетекая в полости друг друга. Говорят, что ребенка из распавшейся семьи ожидают тяжелые испытания, но и ребенка от идеального волшебного брака подстерегают свои ни с чем не сравнимые трудности. Само собой, мне приходится восседать на бархатной банкетке в углу зала вдали от суеты, поэтому я могу дать интервью жалкой кучке журналистов-стажеров, которые получили от редактора в задании поймать цитату. Что вы почувствовали, когда узнали, что Эми выходит замуж за Энди, ведь вы все еще не замужем? Этот вопрос я услышал от А. Придурковатого лупоглазого юнца, кое-как выдрузившего ноутбук на сумку. Б. Разодетый и зализанный фиф и на шпильках фасона «Поимей меня». В. Рьяной татуированной девчонки в прикиде рокобилли, которая оказалась куда внимательнее к судьбе Эми, чем я могла бы ожидать от поклонников этой музыки. Г. Все вышеупомянутые. Ответ Г. Я сказала «Ох, я так рада за Эми и Энди, я желаю им счастья». А вот мои ответы на прочие вопросы в случайном порядке. Да, некоторые черты Эми списаны с меня, остальное творческий вымысел. Да, я сейчас одинока и успешная. Никакого способного Энди в моей жизни нет. Нет, я не думаю, что в книге об Эми упрощаются отношения мужчин и женщин. Нет, я не могу сказать. что удивительная Эми однодневка. Она ближе к классике. Да, я сейчас одинока. Никакого способного Энди в моей жизни нет. Почему Эми удивительное, а Энди всего лишь способный? Да ладно, но разве вы не знаете многих успешных и даже обалденно успешных женщин, связавших свою жизнь с простым Джо или способным Энди? Это шутка, не записывайте. Да, я одинока. Да, мои родители и родственные души, можно и так сказать. Да, я хочу, чтобы однажды это произошло со мной. Да, я не замужем, козлина. И снова одни и те же вопросы и так много раз. Я пыталась притворяться, что репортеры заставляют меня задуматься. Они пробовали притворяться, что я заставляю задуматься их. Хвала Господу за бесплатные напитки. А потом вдруг, надо же, как скоро, оказывается, что больше нет охотников со мной говорить. Больше никто не хочет со мной говорить. И девушка, специалист по пиару, притворяется, что это и к лучшему. А теперь можете наслаждаться приемом. Я ввинчиваюсь в жиденькую толпу, где мои родители работают на публику. Их лица сияют. Ранда улыбается, показывая зубы, словно доисторическое чудовище. Мэри Бетт бодро кивает, напоминая курочку. Они стоят рука об руку, смеются вместе, радуются вместе, трепещут вместе. А я подумала, как же отвратительно я одинока. Я шагаю домой, всхлипывая время от времени. Мне почти тридцать два. Не старуха, особенно для Нью-Йорка. Но факт остается фактом. Прошли уже годы с того времени, как я по-настоящему кому-то нравилась. Вполне вероятно, что я встречу кого-нибудь и полюблю, но все меньше и меньше шансов, что я полюблю достаточно сильно, чтобы выйти замуж. Я устала гадать, с кем я буду рядом, да и буду ли с кем-то. У меня много друзей, состоящих в браке. Не тех, кто счастлив в браке, а просто много друзей, женатые или замужем. Счастливых, подобно моим родителям, из них очень мало. Они так сокрушаются по поводу моего одиночества. Еще бы. Умная, симпатичная, милая девушка, с разносторонними интересами и увлечениями, с крутой работой и любящими родителями. И, скажем так, при деньгах. Они хмурят брови и притворяются, что подумают, с каким бы мужчиной меня познакомить. Но все мы знаем. Знакомить не с кем. Всех хороших давно разобрали. И я догадываюсь. Тайком они полагают, будто что-то не так со мной. Какой-то изъян не позволяет мне удовлетворять мужчин, а им не позволяет удовлетворить меня. Те, кто не живут душа в душу, а просто пристроились, сокрушаются еще больше. Так не бывает, говорят они, чтобы не найти себе пару. Отношения между полами далеки от совершенства. Кто-то притворяется влюбленным, чтобы было с кем спать. Кому-то нужен собеседник или просто человек, рядом с которым можно смотреть телевизор. Кто-то расчетливо подчиняется супругу. Да, сладкий мой. Конечно, сладкий мой. И на все согласен. Он выполняет твои просьбы, думаю я, просто потому, что не дает себе труда задуматься и возразить. Твои мелкие требования для него обременительны и унизительны. И однажды он переспит с хорошенькой молодой сотрудницей, которой от него ничего не надо, а твое сердце будет разбито. Нет. Мне подавай мужчину, не уходящего от борьбы. Мужчину, который не будет тыкать меня носом в мои слабости. Но такого, кому мои слабости будут нравиться, хоть немного. И еще. Не надо подталкивать меня к тому виду взаимоотношений, когда супруги постоянно клюют друг друга, маскируя оскорбления под шутки, а сами закатывают глаза. Или когда понарошку цапаются в присутствии друзей, стараясь перетянуть их на свою сторону конфликта. Ужасное отношение, если бы только. Этот брак был бы счастливым, если бы только... Думаю, вы и сами можете продолжить список, который получится, на удивление, длинным. Таким образом, я понимаю, что не обязана вступать в брак, но мне от этого не легче. Поскольку все мои подруги уже замужем, я провожу пятничные вечера дома, в одиночестве, с бутылкой вина и экзотической едой собственного приготовления. Вроде бы все прекрасно, как будто я сама себе идеальная пара. А потом, блуждая по бесконечным вечеринкам и барам, вооруженная идеальным макияжем и многообещающей парфюмерией, и предлагаю себя как необычный десерт, я желаю встретиться с мужчиной симпатичным и умным, с совершенным мужчиной, но чувствую себя так, будто нахожусь за границей и пытаюсь объясниться, добиваясь, чтобы меня поняли и узнали. Разве не это суть любых взаимоотношений? Понять кого-то, быть понятым самому. Он меня понимает, она меня понимает. Разве это не то самое заклинание? Потом весь вечер вы страдаете с якобы совершенным мужчиной. От того, что ваши шутки могут быть неверно истолкованы, остроумные замечания идут со скрипом или застревают совсем. А бывает так, он понимает, что вы пошутили, но не знает, что ответить, и держит вашу хохму на ладони, как отхаркнутую словесную мокроту, чтобы позже тайком вытереть обрючину. И вы битый час пытаетесь познакомиться поближе, узнать друг друга получше, и выпиваете больше, чем следовало бы. В конце концов возвращаетесь домой, в холодную постель, и думаете, ничего, все нормально, и вся ваша жизнь длинная цепочка из таких вот нормально. И вдруг вы нарываетесь на седьмой авеню, на Ника Данна, когда собираетесь купить нарезанную кубиками дыню, и бах, вы знаете, что подходите друг к другу, причем вы оба, у вас общие воспоминания, маслина там, правда, только одна, но все-таки сердца ваши бьются в унисон. Тук-тук, вы подходите друг к другу, и внезапная картина перед мысленным взором, чтение в постели и вафли по воскресеньям, смех без причины и его губы прижаты к вашим, и не хочется больше возвращаться к череде нормально, да и не получится. Вы думаете, это на всю оставшуюся жизнь. Вот оно, наконец. Ник Дан. Тот день. Вначале я дожидался полицейских на кухне, но от вони сгоревшего чайника так першило в горле, что я с трудом удерживался от рвоты. Поэтому пришлось перебраться на крыльцо, где я уселся на верхнюю ступеньку, заставляя себя сохранять спокойствие. И по-прежнему не оставлял попыток вызвать Эми по мобильному телефону. Получал голосовые сообщения от автоответчика, что она перезвонит, как только сможет. Эми всегда перезванивала. Прошло три часа, я оставил пять сообщений, но моя жена так и не перезвонила. Я не ждал ее возвращения, так мог и полиция заявить. Эми никогда бы не оставила чайник на плите или дверь на распашку и не бросила бы недоглаженную вещь. Эта женщина и зайдет на дерьмо, но никогда не бросит начатого проекта, дрессировку мужа раздолбая, к примеру. На фиджийском пляже в наш медовый месяц туча тучей она продралась через миллион страниц хроник заводной птицы, бросая уничижительные взгляды на меня, поглощавшего в это время триллер за триллером. После нашего возвращения в Миссури, после потери работы, ее жизнь свелась к бесконечной череде мелких и, в общем-то, бессмысленных дел. Платье было бы отутюжено обязательно. Еще следы в гостиной, которые вне всяких сомнений свидетельствовали о борьбе. Я знал, что Эми не позвонит и ждал начала следующего акта драмы. Наступало самое лучшее время дня. В июльском небе ни единого облачка. Медленно садящееся солнце направляло лучи на восток, делая пейзаж золотистым и хмельным, как на полотнах фламандских живописцев. Подъехала полиция. Казалось, я наблюдаю картину со стороны. Я, сидящий на ступеньках, вечерняя птица, поющая в ветвях, и два копа, неторопливо покидающие автомобиль, как будто выбрались на пикник за город. Они выглядели почти детьми, немного за двадцать, самоуверенные и равнодушные, привыкшие успокаивать расстроенных родителей, чьи детишки не вернулись домой к положенному времени. Темноволосая, с длинной косой испанка и чернокожий парень с выправкой морпеха. Пока меня здесь не было, в Карфагене прибавилось цветных, но не сказать, чтобы очень. Все еще существует серьезное разделение профессий по цвету кожи. Люди, с которыми я имел дело в повседневной жизни, могли работать экспедиторами, санитарами, почтальонами, копами. «Этот город такой белый, что не по себе становится», призналась как-то Эми, которая в бурлящем Манхэттене числила одного афроамериканца в друзьях. В ответ я объяснил ее в показушной мультикультурности, в использовании этнических меньшинств в качестве фона. Но успех не добился. «Мистер Данн», заговорила женщина, «я офицер Веласкес. Это офицер Риордан. Как мы понимаем, вы беспокоитесь о своей жене?» Риордан свысока озирал окрестности, посасывая леденец. Я заметил, как его глаза проследили за стремительным полетом птицы над речной гладью. Потом он резко повернулся ко мне. Скривившиеся губы давали понять, он видит то же, что видят и все остальные, физиономию, по которой так и хочется врезать. Мне, простому парнишке из рабочей ирландской семьи, досталось тело гламурного подонка. Чтобы чуть-чуть смягчить впечатление, я много улыбаюсь, но срабатывает это не всегда. В колледже я даже заказывал очки с простыми бездиоптри стеклами, рассчитывая придать себе приветливый вид, не вызывающий агрессии. «Ты что, не вырубаешься? Что стал еще членообразней?» спросила Го, после чего я выкинул очки и стал улыбаться старательнее. «Зайдите в дом и посмотрите сами», махнул я копом. Они поднялись по ступенькам, сопровождаемые писком переговорных устройств и поскрипыванием форменных ремней, стоя на пороге гостиной, я указал на разгром. «О-о-о-о!» воскликнул офицер Риордан и хрустнул пальцами. Скуку с него как рукой сняло. Риордан и Веласкес уселись за обеденный стол и, склонившись над бумагами, задали мне все полагающиеся предварительные вопросы. Кто? Где? Как долго? Их уши, что называется, стояли торчком. Выслушав меня, патрульные сделали звонок, и Риордан сообщил, что следователи выехали. Что ж, имею основание гордиться. Мои слова приняты всерьез. Когда Риордан дважды спросил, не видел ли я в течение дня поблизости от дома каких бы то ни было незнакомцев, третий раз напомнил о группе карфагенских бродяг. Зазвонил телефон. Рванувшись через комнату, я схватил трубку. «Мистер Данн», — сообщил угрюмый женский голос, — «это пансионат Камфорт-Хилл». В этом заведении мы с Го поселили нашего отца, страдающего от болезни Альцгеймера. «Я не могу говорить, перезвоню позже», — рявкнул я и повесил трубку. Администраторша Камфорт-Хилла, неулыбчивая, некоммуникабельная, вызывала у меня отвращение. Скорее всего, нехватка денег, проклятая нехватка денег являлась причиной того, что персонал никому не создавал комфорта и даже не улыбался. Я понимал, что зря злюсь на этих людей. Просто меня бесила одна лишь мысль, что отец все еще на этом свете, тогда как мама лежит в земле. Согласно очередности, в этом месяце чек должна была отправлять Го. И я уверен, что июль — ее месяц. Впрочем, как уверены в том, что она уверена, в июле очередь моя. Го как-то сказала, что мы должны быть подсознательно забываем посылать по почте чек, поскольку не хотим вспоминать о человеке, который является нашим отцом. Когда я рассказывал Риордану о незнакомце, которого видел в брошенном соседями доме, зазвонил дверной звонок. Мне этот звук показался таким будничным, как если бы я ждал разносчика пиццы. Вошли два бесконечно усталых детектива. Мужчина стройный, даже тощий, с лицом сужающимся к подбородку, как капля. Женщина показалась мне жуткой уродиной, просто ходячий кошмар. Круглые глазки, как пуговки, длинный нос, кожа вся в черных точках, длинные жидкие волосы цвета, извалявшегося в пыли кролика. Меня растили три женщины — бабушка, мама и ее сестра. Они всегда были веселыми и здоровыми, ладными и крепкими. Но красавицами их никто бы не назвал. Эми стала первой красивой женщиной в моей жизни. Уродливая заговорила почти слово в слово, повторяя офицера Веласкес. «Мистер Данн, я детектив Ронда Бонни. Это мой напарник, детектив Джин Джилпин. Как мы поняли, вы беспокоитесь насчет своей жены?» Мой желудок довольно громко заурчал в ответ, но все притворились, что не услышали. «Мы осмотримся тут, сэр», — проговорил Джилпин. Я обратил внимание на тяжелые мешки под его глазами и седину в усах. Рубашка не была измятой, но сидел на нем криво. Казалось, от него должно вонять сигаретами и дешевым кофе. Хотя он пах мылом дайл. Я провел их до гостиной и указал еще раз на следы погрома, среди которых копошились на коленях двое молодых копов, как будто рассчитывали найти что-то важное. Бонни указала мне на кресло в столовой, подальше от признаков борьбы. Там Ронда Бонни, не спуская с меня внимательных воробьиных глазок, обрушила на мою голову ту же череду вопросов, что немного раньше Веласкес и Риордан. Тем временем Джилпин ползал на коленях, изучая гостиную. «Вы позвонили друзьям или родственникам, к которым ваша жена могла отправиться в гости?» «Я... Нет, еще нет. Мне казалось, надо дождаться вас». «Ага», — Бонни улыбнулась. «Позвольте я угадаю. Родительский любимчик». «Что?» «Вы, в детстве». «У меня есть сестра-близнец». Я ощутил, как что-то внутри сжалось. «Почему?» Любимая ваза Эми лежала на полу целая и невредимая, закатившись под стену. Свадебный подарок. Работа японских мастеров. Моя жена прятала вазу раз в неделю перед приходом уборщика, опасаясь, что он разобьет. «Это только мое предположение, почему вы дожидались нас. Привыкли, что кто-то всегда берет на себя ответственность», — сообщила Бонни. «Примерно как мой младший брат. Все зависит от того, кто за кем родился». Она небрежно черкнула в блокноте. «Ладно», — я сердито пожал плечами. «Вам сказать, кто я по гороскопу, или приступим к делу?» Но Бонни, любезно улыбаясь, молчала и смотрела. «Я ждал вас, чтобы начать поиски, потому что она наверняка не в дружеской компании». Я указал на беспорядок к гостиной. «Мистер Дан, вы живете здесь два года?» — спросила сыщица. «В сентябре будет два». «А приехали откуда?» «Нью-Йорк». «Город?» «Да». Она указала наверх, безмолвно спрашивая разрешения. Я кивнул и пошел следом. Джилпин двинулся за нами. «Там я был писателем», — ляпнул я, прежде чем успел прикусить язык. «Даже спустя два года я не хотел, чтобы люди знали, каково мне жилось в Нью-Йорке». Бонни, звучит солидно. Джилпин. «О чем писали?» Я растянул ответ, поднимаясь. Я писал для журналов, ступенька. Писал о поп-культуре, ступенька. Писал для мужских журналов, ступенька. Наверху я обернулся и увидел, что Джилпин смотрит в сторону гостиной. «Поп-культура?» — переспросил он и пошел вверх. «Что это?» «Популярная культура», — ответил я. «Бонни терпеливо нас дожидалась. Кинофильмы, телевидение, музыка. Знаете, невысокое искусство, непретенциозное». Я поморщился. «Претенциозное? Высокопарно получилось. Нужно, наверное, перевести этим простакам с моего английского тире впитанного на восточном побережье на их английский тире народный говор Среднего Запада». «Ну, я позырю книжкой и что-нибудь настрачу про него, типа мнение». «Она любит кино», — заявил Джилпин, указывая на Бонни. «Ага, люблю», — кивнула она. «Сейчас я хозяин бара в центре города», — сообщил я. Хотел добавить, что немного преподаю в колледже, но вдруг показалось, что говорить об этом сейчас было бы лишним. Бонни заглянула в ванную комнату, оставив меня и Джилпина в коридоре. «Хм, бар», — говорила она. «Я знаю это заведение. Туда хочется заглянуть. Очень правильное название. Звучит как-то так... «Похоже на умный ход», — подсказал Джилпин. Бонни зашагала к спальне. Мы потянулись за ней. «Жизнь среди пива не так уж плоха», — сказала она. «Иногда ответ находят на дне бутылки», — заметил я и поморщился. Так неуместно это прозвучало. Мы вошли в спальню. «Ха, ну это не про меня», — хихикнул Джилпин. «Видите, как утюг стоит?» — спросил я. Бонни кивнул, распахнула двери нашей гардеробной и, включив свет, принялась шарить между платьями и рубашками. Вдруг она неразборчиво буркнула и, нагнувшись, подняла коробку, тщательно обернутую серебристой бумагой. Мои кишки свернулись в узел. «Чей-то день рождения?» — спросила она. «Годовщина нашей свадьбы». Бонни и Джилпин дернулись, как пауки, но притворились, что ничего не было. К тому времени, как мы вернулись в гостиную, молодые офицеры уже ушли. Джилпин опустился на колени, пожирая глазами перевернутую атаманку. «Хм...» — заговорил я. «Кажется, у меня мандраж». «Я вас ни в чем не обвиняю, Ник», — сказал Джилпин. Его бледно-голубые глаза сковывали, лишали воли. «Что-то можно сделать? Ну, чтобы найти мою жену. Я имею в виду, раз она явно пропала...» Бонни подошла к свадебному портрету на стене. Я в смокинге. Улыбка в тридцать два зуба приклеилась к лицу. Рука неестественно обнимает Эмми за талию. Белокурые волосы моей жены завиты и распушены. Ее фату вздымает бриз кейп-кода. Глаза открыты чересчур широко, потому что она всегда в последний миг моргала и сдерживалась изо всех сил. Прошли всего сутки после Дня Независимости. Запах серы от фейерверков смешивался с ароматом моря. Лето. На Майсе было прекрасно. Я хорошо помню, как за несколько месяцев до того обнаружил, что Эмми, моя подруга, весьма богата, что она единственный ребенок в семье очень талантливых авторов. Своего рода икона, на которую я молился с детства посредством книжной серии о ее тезке, удивительной Эмми. Она рассказала о себе спокойным будничным тоном, как будто я только что вышел из кома. Как будто ей часто приходилось говорить эти слова раньше и всякий раз саховым результатом. Возможно, о богатстве она рассказывала бы с большим энтузиазмом, если бы не понимала, что сама не слишком много усилий потратила для его достижения. Эмми выложила свою подноготную, а потом мы отправились к Эллиотам в дом на берегу Нантакет-Саунда, который является официально зарегистрированным историческим памятником. А оттуда махнули поплавать на яхте, и я думал, я, парень из Миссури, лечу над океаном с людьми, которые видели куда больше моего. Даже если начну сейчас наверстывать, будучи взрослым, то все равно не наверстаю. Но это не вызывало ревности. Напротив, была радость. Я никогда не стремился к богатству или славе. Мои родители не были великими мечтателями, они не видели в своем чаде будущего президента. Нет. Мои прагматичные предки прочили мне карьеру средней руки клерка, более или менее зарабатывающего на жизнь. И мне с головой хватало близости к эллиотам, катание с ними по Атлантике и возвращение в их шикарно отреставрированный дом, который в 1822 году построил капитан китобойного судна. И там я буду есть экологически чистые продукты, название которых мне даже не выговорить. Например, киноа. Помню, я предположил, что киноа — это рыба. Мы играли свадьбу на пляже в густый синий летний день. Ели и пили под белоснежным тентом, полоскавшимся как парус. А через несколько часов я увлек Эмми во тьму, поближе к волнам, потому что все оказалось совершенно волшебным, а сам я как будто превратился в мерцающий свет. Касаясь кожи, прохладный туман вернул меня в реальный мир, а Эмми вернула меня в золотистое сияние под тентом, где небожители вкушали амброзию. И наши взаимоотношения были ровней этому празднику. «А у вас очень симпатичная жена», — Бонни наклонилась, чтобы рассмотреть Эмми получше. «Да, она красавица», — ответил я, прислушиваясь к веселому урчанию живота. «Которая у вас годовщина?» «Пятая». Я переминался с ноги на ногу, желая, чтобы хоть что-то делалось. Меня не устраивало, что сыщики обсуждают достоинства моей жены. Лучше бы они пошли и отыскали мою долбанную жену. Но я не говорил этого вслух. Я очень часто молчу, даже когда следовало бы высказаться. Держу злость в себе и постепенно нагреваюсь до точки кипения. В погребах моей души хранятся сотни бутылок ярости, отчаяния, страха. Но вы никогда не догадаетесь об этом, глядя на меня. «Пять лет — срок серьезный», — кивнул Джилпин и спросил. «Позвольте, я отгадаю. Конечно же, Хьюстон». Он назвал самый классный ресторан в городе. «Вам в самом деле стоит побывать в Хьюстоне», — сказала моя мама, едва мы вернулись из Нью-Йорка. Она считала, что это заведение — настоящая карфагенская жемчужина, способная удовлетворить взыскательные вкусы моей жены. «Конечно, Хьюстон». Так я солгал полиции в пятый раз. И это было только начало. Эми Элиот Данн. 5 июля 2008 года. Страница дневника. «Меня переполняет любовь. Я пухла от страсти. Я раздулась от преданности. Я счастлива. Я шмель брачного энтузиазма. Я непрестанно жужжу вокруг своего мужчины, заботясь и суетясь. Я получила удивительный статус. Я стала женой. Я обнаружила, что веду безмозглые разговоры, неестественные и бесполезные, но только так я могу произнести его имя вслух. Я стала женой. Я стала занудой. Я рассталась с кредитной карточкой молодой независимой феминистки. А мне плевать. Я веду его чековую книжку. Я расчесываю ему волосы. Я стала такой старомодной, что, наверное, скоро начну использовать слово «бумажник», выходить из дому в твидовом пальто, мазать губы красной помадой и посещать салон красоты. Но меня это не волнует. Кажется, все имеет значение. Любое из событий может обернуться забавной историей, рассказанной за обедом. «Дорогой, я сегодня на смерть задавила бомжа. Ха-ха-ха, вот потеха». Ник похож на крепкую выпивку. Он любому событию дает правильный взгляд. Не другую точку зрения, а именно правильный взгляд. С ником я поняла, на самом деле не имеет значения, что счет за электричество будет оплачен на несколько дней позже, а мой последний опросник получился не ахти. Он называется «Каким бы деревом вы хотели стать?» Я не шучу. Что до меня, то я яблоня. Но это не имеет значения. Не имеет значения и то, что новая книга об удивительной Эми провалилась с треском. Рецензии злобные, а продажи после вялого старта и вовсе скисли. И не имеет значения, в какой цвет я покрасила стены комнаты, и чем я занимаюсь на последней работе, и сколько часов провожу в дороге, и перерабатывается ли мусор, который мы сдаем в переработку. Нью-Йорк, а ну как на духу, перерабатывается? Все это неважно, потому что я нашла свою половинку. Это Ник. Вальяжный и флегматичный, смышленый, остроумный и неприученный усложнять. Счастливый и незатасканный. Милый. С большим членом. Все, что мне не нравилось в себе, отодвинулось в дальний уголок подсознания. Возможно, больше всего я люблю в нем то, как он меня создает. Не пробуждает мои чувства, а именно создает. Я счастлива. Я игрива. Я игрушка. Я чувствую себя счастливой и полностью удовлетворенной. Я жена. Мне непривычно произносить эти слова. Не, серьезно. Насчет переработки отходов. Нью-Йорк. Ты хоть подмигни. Мы совершаем всяческие глупости. Например, на прошлых выходных отправились в штат Делавер, поскольку ни я, ни он ни разу не занимались сексом в Делавере. Позвольте мне описать эту сцену, чтобы сохранить ее для потомков. Мы пересекаем границу штата на знаке надпись «Добро пожаловать в Делавер». Еще маленькое чудо. Еще первый штат. И, наконец, беспошлинная продажа товаров. В Делавере живет много богатых людей. Я указываю Нику на первую попавшуюся грунтовку. Мы трясемся пять минут, пока не оказываемся в окружении сосен. Он откидывает спинку водительского кресла. Я задираю юбку. Белье я не надела. Вижу, как его рот приоткрывается, а лицо расслабляется. Взгляд твердеет. Так бывает всегда, когда он готов. Я забираюсь сверху, спиной к Нику, упираясь в ветровое стекло. Руль прижимается ко мне, и когда мы начинаем двигаться, клаксон вторит, попискивая в такт. Мои ладони скрипят по стеклу. Мы с Ником можем заниматься этим где угодно. Ни он, ни я не боимся случайных свидетелей. Наоборот, мы скорее гордимся собой. Потом едем обратно. Я закинул босые ноги на приборную панель и грызу копченую говядину. Мы любим свой дом. Дом, который построила удивительная Эми. В смысле, этот домик из бурого песчаника купили для нас мои родители за гонорары. Он стоит на бруклинских ржавых песках рядом с набережной, широкими окнами глядя прямо на Манхэттен. Ева купили мои родители. Это оригинально. Это вызывает легкое чувство вины. Но не слишком. Я всегда боролась с образом испорченной богатой девочки и старалась многое делать сама. Мы сами выкрасили стены внутри, потратив два выходных. Весенняя зелень, светлая желтизна и синий бархат. Получившиеся цвета не отвечают замыслу, но мы притворяемся, что нам нравится. Мы наполняем дом безделушками с барахолок, скупаем пластинки для проигрывателя. Вчера вечером сидели на старом персидском ковре, пили вино и крутили виниловые диски, а небо потемнело, и Манхэттен зажег огни. Тогда Ник сказал, «Так я себе всегда это представлял. Вот именно так я себе все и представлял». По выходным мы болтаем по четырьмя слоями ткани. Желтое, как солнце, стеганное одеяло греет нам лицо. Даже половицы радуют. Две старые доски звонко окликают нас, когда мы идем к дверям. Мне нравится это. Мне нравится, что это наше, что у нас есть целая история покупки старинного торшера или корявой глиняной кружки, которая стоит рядом с кофейником. Но в ней никогда ничего не лежало, кроме старой канцелярской скрепки. Я трачу целые дни, чтобы придумать для Ника маленькие радости. Например, покупаю мятное мыло, которое ляжет на его ладонь, как теплый камешек. Или готовлю для него форель, как напоминание о том времени, когда он работал на пароходе. Я знаю, что выгляжу смешно. Но мне это нравится. Хотя я и помыслить не могла, что стану смешной в угоду мужчине. Это радость. Я даже восхищаюсь его носками, которые он умудряется оставлять в совершенно невероятных местах, как будто их растаскивает по дому щенок. Сегодня наша первая годовщина, и меня переполняет любовь. Хотя окружающие продолжают убеждать нас, что первый год семейной жизни очень и очень труден, как будто мы наивные дети, решившие пойти на войну. Вовсе даже не труден. Мы предназначены друг для друга. Сегодня наша первая годовщина, и Ник уйдет с работы сразу после обеда. Его ждет подготовленная мной охота за сокровищами. Все ключи касаются нас двоих, наших совместных прошлогодних похождений. Когда замерзнет милый муженек, дадим ему вкуснятин и глоток. Ответ? Суп Том Ям, Тайтаун, президент Стрит. Шеф будет ждать нас там с дегустационной тарелкой и следующей загадкой. А еще Мак Манс в Чайна Тауне и статуя Алиса в Центральном парке. Грандиозное путешествие по Нью-Йорку. А завершим мы его на Фулстон Стрит. Купим на рыбном рынке парочку шикарных омаров. В такси я буду держать контейнер с ними на коленях, пока Ник нервно ерзает рядом. Мы вернемся домой, и я сварю их в новой кастрюле на нашей старой плите, приложив все навыки девочки, которые проводила каждое лето на Кейп-коде. А Ник будет хихикать и притворяться, что боится морских раков, прячет за кухонной дверью. Я предложила заказать гамбургеры. Ник хотел выбраться во что-нибудь пятизвездочное с множеством блюд и чопорными официантами. Так что омары — прекрасный компромисс. А компромисс — это, как нам твердят, твердят и твердят, прежде всего, умение уступать друг другу. И это главное в браке. Мы съедим омаров с маслом и займемся сексом прямо на полу, а джазовая певица со старинной пластинки споет нам далеким, как с другого конца туннеля, голосом. Мы будем медленно пьянеть от любимого виски Ника. А потом я вручу ему подарок. Пищенабор, о котором он мечтал, фирмы Крейн и компания. На этой бумаге густо сливочного цвета отлично смотрится четко отпечатанная зеленым, как охотничий камуфляж санс-серифом монограмма. Необходимая вещь для писателя, преподнесенная женой писателя. Может, и ей достанется пара любовных записок на этой бумаге. А потом, не исключено, мы снова займемся сексом. А попозже вечером все-таки закажем гамбургеры и еще хорошего виски. И вуаля! Мы — самая счастливая пара в округе. А еще говорят, что брак — тяжелый труд. Ник Дан. Та ночь. Бонни и Джилпин решили перенести нашу беседу в здание полиции, которое больше всего напоминало отделение хиреющего комьюнити-банка. Там меня, совершенно нежелающего шевелиться, оставили в покое на сорок минут. Изображать спокойствие — тоже своего рода форма покоя. Я сутулился над столом, опустив подбородок на руки, и ждал. — Вы не хотите позвонить родителям Эмми? — спросила Бонни. — Не хочу пугать их. Но если мы в течение часа не получим никаких известий, то я буду звонить. Наш разговор пошел по третьему кругу. Наконец-то копы вернулись и уселись за стол напротив меня. Я с трудом удержался от смеха. Настолько происходящее напоминало сериалы, которые крутят по телеку. Точно такую же комнату я видел десять лет назад, переключая по вечерам каналы кабельного. Два копа, утомленные и напористые, действовали как киногерой. Сплошная фальшивка. Полиция Диснейленда. Бонни держала в руках бумажный стаканчик с кофе и папку. Полицейская бутафория. У меня голова закружилась от осознания того, что все вокруг притворяются. Давайте поиграем в пропавшую жену. — Все нормально, Ник? — спросила Бонни. — Да, нормально. А что? Вы улыбаетесь? Плиточный пол закружился у меня перед глазами. — Прошу прощения. Просто все это... — Я знаю. — кивнула Бонни, бросая на меня взгляд, напоминающий пощечну. — Все это слишком непривычно. Я знаю. Она откашлялась. — Прежде всего, мы бы хотели убедиться, что вам здесь удобно. Вы нужны нам, чтобы узнать как можно больше. Получить максимум информации. Будет лучше, если мы получим ее прямо сейчас. Но вы можете уйти в любое время. Я не вижу проблемы. — Все, что вам угодно. — Ну ладно. Отлично. Спасибо. Итак, приступим. — Для начала я хотел бы устранить все возможные помехи. Если вашу жену похитили, а мы пока не знаем этого наверняка, то надо поймать виновника и прижать его как следует. Загнать его в тупик. — Верно. — Поэтому мы должны вас проверить. Это на самом деле довольно быстро и несложно. Чтобы тот парень не смог потом заявить, что мы вами не занимались. Понимаете, о чем я? Я машинально кивнул, хотя, признаться, не вполне догадывался, к чему она клонит. Но изо всех сил старался показать готовность к сотрудничеству. — Как скажете. — Мы не пытаемся обвинить вас, вмешался Джилпин. Просто хотим сделать все как положено. — И начинайте с меня, подумал я. Виноват всегда муж. Это каждый знает. Так почему бы им прямо не сказать, «Мы подозреваем вас, потому что вы муж». Кто виноват? Муж. Да хоть дейтлайн посмотрите. — Ладно, отлично, Ник, сказала Бонни. Для начала мы хотели бы взять мазок с внутренней поверхности вашей щеки, чтобы отделить ваш биоматериал в доме от чужого. — А это понадобится? — Не сомневаюсь. Также надо проверить ваши руки и не осталось ли продуктов сгорания пороха. Просто на всякий случай. — Постойте, постойте. Вас что-то наводит на мысль, что мою жену... — Нет, нет, Ник, прервал меня Джилпин. Он придвинул стул к столу спинкой и уселся верхом. Я задумался, все копы так делают? Или какой-то умный актер первый раз устроился в этой позе, а потом полицейские взялись его копировать? Просто потому, что со стороны выглядит круто? — Это всего лишь положенная процедура, продолжал Джилпин. Мы не хотим упустить ни одной мелочи. Проверим ваши руки, возьмем мазок. Надо осмотреть и ваш автомобиль. — Само собой, все что угодно. — Спасибо, Ник. Мы искренне вам благодарны. Некоторые люди усложняют нам работу просто потому, что имеют такую возможность. — Ну уж я точно прямая противоположность этим ребятам. Отец привил мне в детстве одну неистребимую привычку. Он всегда выискивал, что бы могло его разозлить. Из-за этого моя сестра сосредоточилась на защите и даже не пыталась никогда сделать что-то запрещенное. А меня он превратил в подхалима, присмыкающегося перед теми, у кого есть малейшая власть. Мама, папа, учителя. — Все, что вам угодно, сэр. Все, чтобы облегчить вам работу, сэр или мэм. Мне требовался непрестанный поток всеобщего одобрения. — Ты готов на все. На ложь, воровство, черт побери, на убийство. Лишь бы убедить людей, что ты отличный парень, сказала как-то Го. Мы стояли в очереди за кнышами в пекарне Йохан Шиммель, недалеко от прежней нью-йоркской квартиры моей сестры. Я прекрасно помню этот вечер. Аппетит сгинул, будто его и не было. А все потому, что ее слова попали точно в цель. Прежде я не осознавал этого своего качества. Я сказал себе, «Никогда не забуду этот миг, он отложится в моей памяти навечно». Мы с полицейскими вели почти светскую беседу о фейерверках четвертого июля и о погоде, а тем временем другие копы проверили мои руки, потерли ватной палочкой во рту. Ничего особенного, будто к дантисту сходил. Когда все закончилось, Бонни поставила передо мной еще один стаканчик кофе и сжала плечо. «Прошу извинить, это наихудшая часть нашей работы. Вы не против ответить прямо сейчас на несколько вопросов? Это в самом деле важно». «Да, конечно. Давайте начнем». Она положила на стол тонкий цифровой диктофон. «Не возражаете? Это только для того, чтобы не задавать одни и те же вопросы по нескольку раз». Она хотела записать мои слова, чтобы потом ловить меня на противоречиях. «Наверное, следовало обратиться к адвокату, но я всегда считал, что помощь защитников нужна тем, кто действительно совершил преступление». «Ничего страшного», — кивнул я. «Итак, Эмми», — начала Бонни, «как долго вы живете здесь вдвоем?» «Скоро будет два года». «И она родом из Нью-Йорка, города». «Да». «Она работала, нашла работу?» — спросил Джилпин. «Нет». Она привыкла писать персональные опросники. «Опросники», — переглянулись детективы. «Для подростковых журналов, для женских журналов», — ответил я. «Хотите узнать, насколько вы ревнивы? Пройдите наш тест, и вы поймете. Парни не обращают внимания? Ответьте на наши вопросы, и станет ясно, почему». «Круто», — восхитилась Бонни. «Я люблю такие анкеты. Но не знала, что этим можно зарабатывать на жизнь». «Уже нельзя. Все. Интернет набит под завязку бесплатными опросниками. Эмми работала профессионально. Она имела магистра по психологии. Простите, я неловко рассмеялся над своей оговоркой. Она имеет степень магистра по психологии. Но умная не одержит верх над бесплатным». «И что дальше?» «Дальше мы перебрались сюда», — я пожал плечами. «Она постоянно сидела дома». «О!» — чирикнула Бонни, будто узнала что-то приятное. «Так у вас есть дети?» «Нет». «Хм. Тогда чем она занималась с утра до вечера?» «Этого я тоже не знал. Моя жена всегда отличалась тем, что постоянно что-то делала, чему-то училась. Когда мы только начали жить вместе, она освоила французскую кухню, показав навыки суперскоростного владения ножом и приготовив говядину по-бургундски. На ее 34-й день рождения мы отправились в Барселону, и она шеломила меня, рассыпаясь трелями разговорного испанского, который за несколько месяцев выучила тайком. Эмми обладала блестящим ненасытным интеллектом и любознательностью, но ее одержимость всегда подпитывалась стремлением к состязанию. Ей требовалось и слеплять мужчин, а женщины, чтобы лопались от ревности. Конечно, Эмми может готовить блюда французской кухни, болтать по-испански, заниматься садом, вязать, бегать марафонские дистанции, разбираться в котировках акций, летать на спортивном самолете и при этом выглядеть как топ-модель на подиуме. Ей всегда нужно быть удивительной Эмми. Но здесь, в Миссури, женщины закупают продукты в Таргете, готовят простую здоровую еду и шутят о том, как плохо они помнят испанский, который учили в школе. Состязания их не интересуют. Постоянные порывы Эмми встречались с доброжелательными, но немного жалостливыми улыбками. И для моей жены-чемпионки это стало, возможно, одним из самых тяжелых ударов. Город, довольных жизнью неудачников. «У нее много хобби», — ответил я. «Вас ничего не беспокоило?» — спросила Бонни слегка напряженно. «Например, выпивка или легкие наркотики? Я не хочу сказать, что ваша жена могла злоупотреблять. Просто гораздо больше домохозяек, чем вы можете себе представить, увлекается допингом. Дни тянутся очень долго, когда сидишь дома одна. Кто-то пьет, кто-то глотает таблетки. Речь, конечно, не о героине, но легкие, более утоляющие средства. Тут в округе их раздобыть не проблема». «Наркоторговля как с цепи сорвалась», — добавил Джилпин. «А у нас в полиции прокатилась волна сокращений. Одна пятая личного состава. В общем, беда». «Одной домохозяйке вполне добропорядочной. В прошлом месяце зуб выбили из-за оксикантина», — подвела итог Бонни. «Ну, Эмми может, конечно, выпить стакан вина, но наркотики?» «Нет». Бонни смотрела так, что стало ясно. Она ожидала другого ответа. «А есть у нее здесь близкие подруги?» «Для гарантии надо бы поговорить с кем-нибудь из них. Не обижайтесь. Иногда муж может ничего и не знать о наркотиках. Людям свойственно стесняться зависимости. Особенно женщинам». «Подруги». В Нью-Йорке Эмми заводила и теряла их еженедельно. Чем-то они напоминали ее проекты. Вначале она могла прожужжать о них все уши. «Ах, Паула! Она дает уроки пения, и у нее ужасно хороший голос». Эмми училась в Массачусетсе, в закрытой школе. В те времена мне нравилось ловить новоанглийские выражения в ее речи. «Ужасно хороший». «Ах, Джесси, она изучает курс дизайна одежды». Но, с другой стороны, когда я спрашивал жену о Пауле или Джесси месяцем позже, она так таращила глаза, будто слышала эти имена впервые. Кроме того, были мужчины, которые всегда роились вокруг Эмми, предлагая небольшие услуги, на которые муж оказался не способен. Например, починить ножку от стула или найти, где продается ее любимый зеленый чай. Эти мужчины, она уверяла, были всего лишь друзьями. Всего лишь добрыми друзьями. Эмми держала их достаточно далеко, чтобы не злить меня, и достаточно близко, чтобы подскочили по маньяна только пальцем. А в Миссури? Боже мой! Я в самом деле не знал. И сообразил только сейчас. Ты, Ник, самая настоящая задница, подумал я. Два года мы прожили в Карфагене, и после суматошных первых месяцев, когда знакомятся, ходят в гости и говорят каждому встречному «Здрасте», Эмми ни с кем не общалась регулярно. У нее была моя мама, которая уже умерла, и я. И наши беседы обычно проходили в пикировках, нападении и защита. Однажды, год назад, мы сидели дома, и я спросил ее с нарочитой учтивостью. «Как вам нравится северный Карфаген, миссис Данн?» «Новый Карфаген, вы хотите сказать, сэр», — ответила она. Я не решился спрашивать, откуда взялось это название, но Эмми явно использовала его в уничижительном смысле. «У нее есть несколько старых друзей, но почти все они живут на Востоке. Ее родственники?» «В Нью-Йорке, в городе». «И вы до сих пор не позвонили никому из этих друзей?» — спросила Бонни с недоуменной улыбкой. «До сих пор я занимался тем, что выполнял ваши распоряжения. У меня не было времени». Я подписал разрешение отслеживать операции с кредитными и банкоматными картами, а также звонки с мобильного Эмми. Я сообщил детективу номера телефонов Го и Сью, вдовы, которая видела меня в баре и могла сказать, во сколько я приехал. «Родительский любимчик», — покачала головой Бонни. «Нет, вы в самом деле напоминаете моего младшего брата». Пауза. «Клянусь, это комплимент». «Она его любит до безумия», — пояснил Джилпин, который что-то небрежно черкал в записной книжке. «Итак, вы покинули дом в 7.30 утра, а появились на людях в баре около полудня. И все это время провели на берегу». «Примерно в десяти милях севернее нашего дома есть участок берега. Не слишком приятное скопление песка, ила и осколков пивных бутылок. Мусорные контейнеры переполнены пластиковыми стаканчиками и использованными подгузниками. Но там стоит стол с наветренной стороны, и если сидеть при солнечной погоде и глядеть лишь на реку, не обращая внимания на все остальное, то можно получать удовольствие. «Я иногда приезжаю туда с кофе и бумагой и пишу. Летом, почти каждый день». «Нет, на пляже я ни с кем не разговаривал. Нет, никто меня там не видел». «Да, это тихое место», — согласился Джилпин. «Особенно в будние дни». «Если полиция поговорит с кем-то, кто знаком с моими привычками, то быстро выяснится, что я очень редко появляюсь на пляже и почти никогда не приношу с собой кофе. Я слишком белокош даже для ирландца, и слишком нетерпелив, чтобы медитировать, разглядывая свой пупок. В общем, я не создан для пляжного отдыха. А полицейским я сказал, что был там просто потому, что такое предложение прозвучало в то утро от Эми. «Шел бы ты на реку, посидел бы наедине с мыслями о нашей совместной жизни». Сегодня утром, когда расправились с приготовленными моей женой блинчиками, она наклонилась и сказала. «Сейчас мы переживаем нелегкие времена. Ник, я все еще люблю тебя и понимаю, что мне нужно серьезно поработать над собой. Я хочу быть для тебя хорошей женой, и чтобы ты был для меня хорошим мужем, и чтобы мы были счастливы вместе. Но нужно решить, чего же хочешь ты». Свою речь она наверняка готовила заранее, поэтому с гордостью улыбнулась, закончив говорить. Как всегда, когда Эми предлагала какую-нибудь милость, я подумал, конечно, она все срежиссировала. Ей нужен мой образ и низ твой поток, и чтобы ветер ерошил мне волосы, а я вглядывался бы в горизонт и думал о нашем будущем. Мне нельзя просто взять и махнуть в Данкин-Донатс. «Но нужно решить, чего же хочешь ты». К несчастью для Эми я уже все решил. Бонни бодро произнесла. «А вы можете сказать, какая группа крови у вашей жены?» «Не знаю, пожалуй». «Вы не знаете группу крови своей жены?» «Может быть, ноль?» Попытался угадать я. Детектив нахмурилась, а потом сделала громкий выдох, как на занятиях йогой. «Ладно, Ник, кое-какие меры мы уже приняли». И перечислила их все. Банковская ячейка Эми под наблюдением, ее фотография разослана, кредитная карточка отслеживается. Допрашиваются все преступники, ранее обвиненные в сексуальных преступлениях. Опрашиваются наши немногочисленные соседи. Домашний телефон прослушивается на случай требований выкупа. «Я не знал, как нужно отвечать. Пришлось напрячь память. Что в фильмах обычно говорит муж в таких случаях? Все зависит от того, виноват он или чист как младенец». «Не могу сказать, что вы меня успокоили. Как считаете, она похищена или просто сбежала?» «Я знал приблизительную статистику, знал из того же полицейского кино, в котором сейчас как будто играл главную роль. Если за первые сорок восемь часов не найдут следов, то, скорее всего, их не найдут вообще. Первые сорок восемь часов — критический срок». «Поймите, у меня жена пропала! Пропала моя жена!» И я понял, что сейчас впервые произнес эти слова так, как следовало, испуганно и сердито. В моем отце постоянно смешивались разные человеческие чувства. Горечь, ярость, презрение. Борясь всю жизнь, чтобы не стать похожим на него, я развил в себе способность не демонстрировать отрицательные эмоции вообще. Это еще одно свойство, делавшее меня похожим на овощи. В моем животе могли свиваться в клубок скользкие угри, но никто не догадался бы об этом по моему лицу и уж тем более по моим словам. На самом деле это доставляло значительные трудности. Или постоянный контроль, или совсем никакого контроля. «Ник, мы проверяем все с чрезвычайной тщательностью», — заверила Бонни. «По нашей просьбе ребята из лаборатории поехали к вам домой, чтобы собрать информацию, которая позволит нам двигаться дальше. А вы прямо сейчас можете побольше рассказать о своей жене. Какая она?» На язык просились обычные слова, уместные в устах мужа. «Милая, добрая, хорошая, замечательная». «Что значит «какая»?» — переспросил я. «Опишите ее как личность», — пояснила Бонни. «Например, что вы купили ей на годовщину? Ювелирное украшение?» «Ничего не успел купить», — ответил я. «Собирался заехать в магазин днем». Я ждал, что детектив засмеется и снова скажет «родительский любимчик», но она промолчала. «Ну ладно, тогда просто расскажите о ней. Она смирилась с бездеятельностью. Она... Как бы выразиться, в ней очень много нью-йоркского. Она могла вести себя с кем-то резко, могла оскорбить человека». «Не знаю. Она, конечно, не идеальна, но и не груба. Не настолько, чтобы кто-нибудь захотел причинить ей вред». Так я солгал полиции в одиннадцатый раз. У Эмми хватало грубости, чтобы сильно обидеть кого угодно, по поводу и без повода. Это я говорю о сегодняшней Эмми, лишь отдаленно напоминавшей ту веселую и легкомысленную девчонку, которой я делал предложение руки и сердца. Произошла довольно жуткая метаморфоза. Спустя несколько лет после свадьбы старая кожа вдруг свалилась на пол, и из нее шагнула новая, нервная и ожесточенная Эмми. Моя жена перестала быть моей женой. Она стала клубком колючей проволоки, которой я, как ни старался, не мог распутать одеревенелыми пальцами. Деревенскими пальцами. Пальцами деревенщины, не приспособленной для такой трудной и опасной работы, как понимание Эмми. Когда я показывал ей кровавые раны, она вздыхала и обращалась к своей тайной, хранимой в уме записной книжке, куда заносила все мои промахи, все разочарования, все недоработки и недостатки. А моя прежняя Эмми, черт побери, была веселой. Она была веселой. И меня заставляла смеяться. Я уже начал забывать. И сама смеялась. Смех зарождался внизу горла, а потом рассыпался, словно звонкие наперстки. Самый лучший вид смех, на мой взгляд. Она избавлялась от своих обид, разбрасывая их горстями, будто птичий корм. Вот они есть, а вот их уже нет. Она не была тем существом, в которое превратилась сейчас. Существом, которого я боялся больше всего на свете. Злая женщина. Я всегда терялся рядом со злыми женщинами. Они поднимали в моей душе мерзкую муть. «Она властная?» подсказывал Джилпин. «Любит доминировать?» Я мысленно представил календарями, расписанные на три года вперед. И если бы вы взглянули на ближайший год, то увидели бы планы. Дерматолог, дантист, ветеринар. Она любит все планировать. Ничего не делает под влиянием сиюминутной прихоти. Ей нравится составлять списки необходимого, добиваться цели. Вот потому-то мне кажется странным... «Ну да, тут и умом тронуться можно», сочувственно проговорила Бонни. «Если вы сами не такой же, вы мне кажетесь личностью типа Б». «Я, пожалуй, не собранный», признался я, а потом добавил подобающе. «Мы дополняем друг друга». И глянул на стенные часы. Бонни тронул меня за рукав. «Послушайте, почему бы вам не позвонить родителям, Эмми?» «Уверена, они оценят». Время перевалило за полночь. Родители Эми ложатся в девять, они всегда хвастались своим обыкновением рано почивать. Мой звонок оторвет их от седьмого сна. Сотвы они выключают без пятнадцати минут девять, поэтому Ранд Элиот будет вынужден подняться с кровати и пройти в дальний конец коридора, к стационарному телефону. Повозиться с очками, включить настольную лампу, при этом в мыслях переберет все причины, по которым его среди ночи разбудили звонком. Все благопристойные причины, по которым он мог кому-то понадобиться. Я дважды набирал номер и вешал трубку, не дождавшись ответа, прежде чем услышал «Халло». Это оказалось Мэри Бетт, а вовсе не Ранд. Ее низкий голос загудел в моем ухе. «Мэри Бетт, это Ник», сказал я и растерялся. «Что случилось, Ник?» Я перевел дух. «Что-то с Эми? Скажи мне». «Я... Простите, я должен был позвонить...» «Да говори же, черт побери!» «Мы... не можем найти Эми», заикаясь, признался я. «Ты не можешь найти Эми?» «Я не знаю». «Эми пропала?» «Мы не вполне уверены. Мы пока еще...» «Как давно?» «Мы не уверены. Я ушел из дома утром, вскоре после семи часов». «И ты ждал до ночи, чтобы позвонить нам?» «Простите, я не хотел...» «Господи! Сегодня вечером мы играли в теннис. В теннис! А могли бы... Господи! Полиция знает? Ты сообщил в полицию?» «Я звоню вам из участка». «Дай мне их начальника, Ник. Пожалуйста!» Послушный, как ребенок, я протянул трубку Джилпину. «Моя теща желает с вами побеседовать». Разговор с Эллиотами сделал из детектива настоящего чиновника. Теперь невероятная новость «Эми пропала» начала распространяться. Возвращаясь в комнату, где мы беседовали, я вдруг услышал голос своего отца. Иногда, в особенно неприятное мгновение, он звучал в моей голове. Но это был настоящий, живой голос. Слова походили на пузыри болотного газа, поднимающийся из вонючей трясины. «Сука! Сука! Сука!» Выжив из ума, отец обращался так к любой женщине, которая хотя бы чуть-чуть раздражала его. «Сука! Сука! Сука!» Заглянув в конференц-зал, я увидел его, сидящего на скамье у стены. Когда-то он смотрелся здорово. Красивый, осанистый, с ямочкой на подбородке. Мужчина мечты, как охарактеризовала его однажды моя тетя. Теперь же он сидел, бормоча на полу, белокурые волосы спутаны, штаны грязнющие, а руки иссарапаны, словно он пробирался сквозь колючий кустарник. Полоска слюны блестела на подбородке, будто там проползла улитка. Он сжимал и разжимал все еще крепкие пальцы. Рядом стоял, оскривив рот и напряженно выпрямив спину, офицер полиции, стараясь не реагировать на его слова, «Сука, сука, сука! Слышь ты, сука!» «Что происходит?» — обратился я к ней. «Это мой отец. Вам позвонили?» «Позвонили?» «Чтобы вы пришли и забрали отца», проговорила она раздельно, будто я был слабоумным мальчишкой. «Моя жена пропала. Я здесь уже несколько часов». Она взглянула на меня ни в малейшей мере, не смягчившись. Я видел, что она колеблется, не поступится ли гордость, и не принести ли извинения. Но потом отец завел свое «Сука, сука, сука!» и благородный порыв как рукой сняла. «Сэр, с вами весь день пытаются связаться из Камфорт-Хилла. Ваш отец сбежал сегодня утром по пожарной лестнице. Он исцарапался, но в целом невредим. Можете убедиться. Мы обнаружили его несколько часов назад в невменяемом состоянии. Он брел по Ривер-Роуд, а потом пытались дозвониться вам». «Я был здесь. Почему, черт побери, никто не сообщил мне?» «Сука, сука, сука!» твердил отец. «Сэр, попрошу не разговаривать со мной в таком тоне». «Сука, сука, сука!» Бонни распорядилась, чтобы полицейский, на этот раз мужчина, отвез отца к месту его проживания. Таким образом, мне удалось от него избавиться. Когда бессвязно бормочущего старика сажали в автомобиль, мы стояли на крыльце полицейского участка. Все это время он ни разу не дал понять, что узнал меня. Когда машина тронулась, даже не оглянулся. «Ну, парни, не пора ли закругляться?» спросила детектив. «По-моему, пора». Таким образом, полиция покончила с расспросами, и меня отправили домой приблизительно в два часа ночи, с напутствием хорошенько выспаться и явиться к двенадцати в участок для пресс-конференции. Я попросил подвезти меня к дому Го, поскольку знал, что она не ляжет спать, не откажется выпить со мной по чуть-чуть и сделать сэндвич. Как ни печально, это все, чего я в тот момент желал, чтобы женщина сделала мне сэндвич и не задавала вопросов. «Не хочешь пойти и поискать ее?» спросила Го, когда я поел. «Можем поездить по округе». «Бесполезно», — вяло ответил я. «Где ее искать?» «Мик, это в самом деле очень серьезно». «Я знаю, Го». «Но так будь решительнее, Лэнс! Прекрати свое траханное мю-мю-мю!» Этим звуком, одновременно шлепая губами и по-дурацки закатывая глаза, она с самого детства высмеивала мою бесхарактерность. При этом еще произносила мое официальное имя. Ни один парень с моей внешностью не может зваться Лэнсом». Го сунул мне в руки порцию виски. «Выпей еще и хватит. Похмели тебе завтра ни к чему. Куда же, мать ее, она могла задеваться? Блин, а, меня уже тошнит». Она налила и себе, а потом, потягивая виски, зашагала по кухне. «А ты не допускаешь, Ник, что какой-то парень увидел ее на улице и захотел похитить?» Стукнул по голове и... Стукнул по голове. «Ну, какого хрена ты так говоришь?» «Ну, извини, не хотела сгущать краски. Просто... Ну, не знаю, я просто пытаюсь рассуждать. Мало ли психов на улицах...» И добавила в стакан еще виски. «Кстати, о психах», — вспомнил я. «Пап снова нынче дал деру. Его нашли на Риверроуд и отвезли в Камфорт-Хилл». Она пожала плечами. «Ну и ладно. За истекшие полгода наш отец удирал из пансионата три раза. Го прикурила сигарету. «Неужели мы не можем пойти и кого-нибудь расспросить?» Сказала она. «А неужели ничего нельзя сделать?» «Го, ну что ты заладила?» «Что потребовали полицейские, я сделал. Я всегда делаю, что от меня требуют». «Ну да, конечно», — проворковала Го, давно задавшаяся целью выковать из меня бунтаря. «Ни черта у нее не выйдет. Мальчишка я вовремя возвращался из школы домой. Когда был писателем, всегда укладывался в условленные сроки, даже если это было необязательно. Я уважаю правила. Когда следуешь правилам, жизнь протекает без проблем. Мать-перемать! Через несколько часов снова переться в участок. Можешь дать хоть немножко отдыху. Неужели не видишь, что я боюсь да усер?» Секунд пять мы играли в гляделки, а потом Го буркнуло. «Ну, извини». Я еще раз наполнила мой стакан. Села рядом, положив ладонь на плечо. «Бедная Эми», — прошептала она. Эми Элиот Дан 21 апреля 2009 года Страница дневника «Бедная Эйя». Позвольте мне описать место действия. Кэмпбелл, Инсли и я в Сохо. Обедаем в Бистро Табло. Огромный пирог с козьим сыром, бараньи фрикадельки и свежая рукола. И они уверены, что справимся. Но мы стараемся. Пообедав, уходим в маленький кабинет, который зарезервировала Кэмпбелл. Там можно отдыхать, развалившись на диване, который не слишком отличается от того, что стоит, скажем, у вас в гостиной. Это здорово. Чувствуешь себя счастливой, совершая иногда глупые, но общепринятые поступки. Мы все одеты излишне нарядно, в дорогих платьицах, в туфлях на очень высоких каблуках. Клюем по чуть-чуть, с крошечных тарелочек, пищу такую же декоративную и невещественную, как и мы сами. Мы решили позвать наших мужей, чтобы выпить по стаканчику спиртного. Таким образом, мы придаемся послеобеденному ничего не деланию, потягивая мохито, мартини и, в моем случае, бурбон, который принесла официантка с личиком, так и просящимся на роль в фильме девушка, только что высадившаяся из рейсового автобуса. Да, не будет лишним заметить, что сегодня вторник, и налегать на спиртное мы не собираемся. У Инсли и Кэмпбелл есть кое-какие дела на завтрашнее утро, а мне нужно поработать. Таким образом, большая ночная гулянка не светит и постепенно становится скучно. Мы разошлись бы, если бы не ждали мужей. Кэмпбелл все поглядывает на свой Блэкбери, и Инсли с разных ракурсов инспектирует собственные икры. Первым прибыл Джон. Улыбка до ушей, громкие извинения в адрес Кэмпбелл, каждую из нас целует в щечку. Этот мужчина целый час перся через весь город, стоял в огромных пробках, только для того, чтобы выпить с нами один коктейль. Теперь он может торопливо утолить жажду и отправиться домой вместе с женой. Джордж появляется минут на двадцать позже, робкий, напряженный. Он коротко оправдывается, рассказывая о проблемах на работе. Инсли рыкнула на него. «Ты опоздал на сорок минут!» «Да, это так», — огрызнулся он. «Но я зарабатываю для нас деньги». Потом эти двое почти не разговаривали друг с другом, беседуя со всеми остальными. Ника все нет и нет. На звонки он не отвечает. По просьбе Кэмпбелл мы ждем еще сорок пять минут. «Должно быть, на последней минуте он получил какой-то очень срочный заказ», — говорит она, улыбаясь своему старому доброму Джону, которому никакие форс-мажоры не помешают примчаться к супруге. Инсли на мужа уже не злится, так как осознает, что он не самый большой мудак в нашей компании. «Ты уверена, милочка, что он не может даже СМС прислать?» Я же сохраняю улыбку. «Поди угадай, что у него за дела. Ничего, мы с ним дома поговорим». И тут мужчины вконец расстраиваются. «Как? Неужели можно просто взять и не приехать? Может, есть причина? И что? Никаких обид и скандалов?» «Ладно, парни, вам этого не понять». Мы с Ником иногда смеемся, хохочем вовсю, вспоминая, какие ужасные вещи женщины заставляют делать мужчин, чтобы те доказали любовь. Бесцельная работа, бесполезные жертвы, бесконечные мелкие уступки. Мы называем таких мужей дрессированными обезьянками. Вернется Ник домой, потный и соленый, насосавшийся пиво на бейсбольном стадионе. А я устроюсь у него на коленях, расспрошу об игре, о том, хорошо ли провел время его друг Джек. И мой муж ответит. «О, ему сегодня пришлось побыть дрессированной обезьянкой. У бедной Дженнифер была реально тяжелая неделя, и он поехал домой». Или его приятель, который не может выпить с друзьями, потому что нужно подъехать к бестро, где его девушка обедает со своей подружкой из другого города. Откосить невозможно, а то как же она похвастается обезьянкой. Смотри, какой вышкаленный по первому же звонку примчался. Надевай это, не надевай то. Выполни эту работу по дому прямо сейчас. Выполни эту работу по дому, едва появится свободная минутка, а значит, надо понимать прямо сейчас. И не раздумывая, не колеблясь, отказываясь от любимых привычек, только так ты можешь доказать, что я для тебя дороже всего на свете. Это женский аналог состязания, у кого струя длиннее. Расфуфыренными павами кочуем из книжных клубов на коктейль-патии, но мало на свете вещей, способных доставить женщине радости больше, чем возможность придумывать новые и новые жертвы, на которые мужчина должен идти ради нее. Напиши об этом в вопроснике и... О, это просто крутейший кайф! Я счастлива, что не состою в этом клубе. Я не участвую в эмоциональном принуждении, не заставляю Ника играть счастливо пришибленную роль, кивать, как китайский болванчик, ходить день-деньской с приклеенной улыбкой, беспрекословно выносить мусор, в общем, изображать сладенького муженька. Мужчина мечты каждой женщины созвучен образу идеальной женщины в воображении мужчины. Пылкая, нежная, любит секс и крепкие напитки. Мне нравится считать себя достаточно зрелой и опытной, чтобы понимать, Ник любит меня всегда. И не требовать постоянных подтверждений. Мне не нужно помыкать жалкой дрессированной обезьяны, чтобы поднять себя в глазах подруг. Я разрешаю ему быть самим собой, и меня это нисколько не напрягает. Я не знаю, почему женщины считают, что это так трудно. Когда после обеда я возвращаюсь домой на такси, рядом останавливается автомобиль, из которого выходит Ник. Он ожидает меня на тротуаре с широченной улыбкой на лице. Малыш! Я с разбега кидаюсь ему в объятия. Ник прижимается небритой щекой к моей щеке. И что ты делал сегодня вечером? Спрашиваю я. Ребята затеяли в покер играть после работы, но я и решил посидеть с ними. Надеюсь, ты не в претензии? Конечно, киваю я. Надеюсь, это поинтереснее, чем мой случай. А с кем ты встречалась? Да, с Кэмббл, Инсли и их дрессированными обезьянками. Скукотища. Ты счастливо отделался. Нет, ты в самом деле просто везунчик. Ник подхватывает меня на руки, на свои сильные руки и несет по ступенькам. Боже, как я тебя люблю, шепчет он. А потом мы занимаемся сексом, пьем крепкие напитки и сладко спим до утра, зарывшись в простыни на нашей огромной мягкой кровати. «Бедная я, бедная». Ник Дан Один день спустя Совета Го, что касается выпивки, я не послушал. Прикончил в одиночку оставшиеся полбутылки, но все никак не мог успокоить расшалившиеся нервы. Казалось, вот-вот засну, и тут адреналин давал мне пенделя. Глаза закрывались, голова опускалась на подушку, но в следующий миг я видел свою жену. Светлые волосы слиплись от крови. Она плачет, слепая от боли, и ползает по полу в нашей кухне и повторяет мое имя. Ник, Ник, Ник. Я отхлебывал снова и снова из горлышка, тщетно пытаясь погрузиться в сон. Сон, он как кот, приходит тогда, когда ты перестал обращать на него внимание. Я лакал виски и повторял мысленно «прекрати думать». Глоток. Освободи разум. Большой глоток. «Прямо сейчас, без шуток. Освободи разум». Глоток. «Завтра ты должен быть бодрячком, ты должен выспаться». Большой глоток. Я забылся зыбким сном ближе к рассвету и через час проснулся с похмельем. Не то похмелье, от которого ты не способен даже шевельнуться, но все равно не слабое. Я был унылым и ватным, тугодумным. Может быть, все еще слегка пьяным. Я с трудом забрался в Субару, принадлежавшую Го. Ноги отказывались идти, словно чужие. Да, своего автомобиля я на время лишился. Полиция забрала его для тщательной экспертизы, как и мой ноутбук. Просто формальность, как меня уверяли. Я поехал домой, чтобы переодеться во что-нибудь поприличнее. Три полицейские машины торчали в окрестностях моего дома, а рядом крутились мои немногочисленные соседи. Карла не было, но присутствовали богомолка Джен Теверер и Майк, отец тройней трехлетних карапузов, Тринити, Тофера и Талулы. Я ненавижу их всех только из-за их имен, сказала как-то Эми, очень придирчивая ко всему новомодному. Кстати, когда я заметил, ее имя было очень популярным, она заявила, «Ник, ну ты же знаешь историю моего имени?» Но я так и не понял, что она имела в виду. Джен кивнула издали, не глядя мне в глаза, зато Майк подошел сразу, едва я покинул автомобиль. «Мне очень жаль, дружище, если могу чем-то помочь, только скажи, все что угодно. Кстати, сегодня утром я выкосил бурьян, так что хотя бы об этом ты можешь не беспокоиться». Мы с Майком по очереди косили заброшенные участки в нашем квартале. Там, где жильцы разъехались, частые ливни превратили дворы в настоящие джунгли, в них кишмя кишель еноты. Эти зверюги мелькали везде, жрали помои по ночам, пробирались в подвалы, сидели на наших верандах словно деревянные болванчики. Конечно, изничтожение зарослей не вынудило их уйти, но тварей хотя бы стало видно. «Спасибо, Майк», кивнул я, «спасибо». «Да уж, дружище», вздохнул он, «моя жена в истерике с тех пор, как узнала о вашей беде». «Сожалею», ответил я, «мне пора». Я указал взглядом на дверь. «Все, сидит и плачет, глядя на фотографии Эми». Я слегка сомневался, что полиция ночью выложила в интернет тысячи фотографий только для того, чтобы выдавить слезу из домохозяек вроде жены Майка. И вообще, я никогда не сочувствовал истеричкам. «Эх, я тут хотел спросить», начал Майк. Я похлопал его по плечу и снова посмотрел на дверь, будто подгоняемый неотложными делами. Прежде чем сосед успел задать хоть какой-то вопрос, я сбежал на крыльцо и постучал в дверь собственного дома. Офицер Веласки спроводила меня наверх, в мою собственную спальню, в мою собственную гардеробную, мимо серебристой коробки с так и неврученным подарком, и разрешила выбрать вещи. Вороша шмотки под внимательным взглядом этой молодой женщины с длинной косой, я сильно смущался, и в конце концов взял что попало, слаксы и рубашку с коротким рукавом. Бизнес кэжуал, как будто собирался на писательский конвент. Можно сделать интересную заметку о том, какую выбрать одежду, когда твой любимый человек бесследно пропал, подумал я. Жадного до нестандартных сюжетных ходов борзописов во мне не могло искоренить ничто. Затолкав вещи в сумку, я обернулся и взглянул на коробку с подарком, стоявшую на полу. Можно посмотреть, что там? Веласки замялась, но решила перестраховаться. Нет, сэр, прошу прощения, лучше не стоит. Но я заметил, что оберточная бумага аккуратно разрезана. Но ведь ее проверяли? Она кивнула. Если вы уже смотрели... Я шагнул мимо офицера в сторону коробки. Сэр, я не могу вам позволить. Она заступила мне дорогу. Смех, да и только. Это же мне подарок от жены. Обойдя ее, я наклонился, взявшись одной рукой за коробку, но Веласки собхватила меня поперек груди, удерживая. В тот же миг ярость затопила мой разум. Хоть я всю жизнь старался быть похожим на маму, характер отца зачастую прорывается, вызывая ужасные мысли и отвратительные слова. Сэр, здесь место преступления, вы... безмозглая сука. Неожиданно в комнате оказался ее напарник Риордан. Я вырывался как мог. Хорошо, хорошо, мать вашу! Но они стащили меня вниз. Женщина стояла на коленях возле крыльца, разглядывая ступеньки. Иначе, как в поисках следов крови, она внимательно посмотрела на меня и уступила дорогу. По пути Го я постарался взять себя в руки. Этот случай стал первым в бесконечной череде досадных дурацких поступков со стороны полиции в ходе следствия. Я подчиняюсь правилам, которые могу понять, а не правилам без тени смысла. Поэтому мне нужно было успокоиться. Не противодействуй копам, твердил я себе. И в случае необходимости повторяй, не противодействуй копам. Войдя в полицейское управление, я сразу наткнулся на Бонни. «Ник, ваши родственники со стороны жены здесь», сказала она таким голосом, будто предлагала теплый маффин. Мэри Бетт и Ранд Элиот стояли рука об руку посреди здания, как будто позировали перед фоторепортерами. Все как обычно. Я привык видеть их, поглаживающих друг другу руки, прижимающихся щекой к щеке, чмокающих подбородок. Когда гостишь у Элиотов, все время приходится кашлять, приготовьтесь, я вхожу, поскольку их можно застать где угодно милующимися. Расставаясь даже ненадолго, они целовались в губы. Проходя мимо жены, Ранд хлопал ее по заднице. Такие отношения были для меня в диковинку. Мои родители развелись, когда мне исполнилось двенадцать лет, и по моим ранним воспоминаниям прилюдно могли обменяться разве что невинным поцелуем в щеку. На Рождество, на день рождения, сухими губами. Даже в лучшую пору их брака отношения больше всего напоминали деловые. У нас закончилось молоко. Куплю сегодня. Мне нужно, чтобы ты выгладила это как следует. Выглажу. Это что, так трудно купить молока? Молчание. Ты опять забыла вызвать водопроводчика. Вздох. Черт побери, надень свое проклятое пальто, выйди из дома и немедленно купи это проклятое молоко. Сейчас же! Такими приказами мой отец, менеджер среднего звена в телефонной компании, в лучшем случае донимал мою маму как своего нерадивого подчиненного. А в худшем? Нет, он никогда не бил ее, но лютая злоба могла наполнять дом сутками и неделями, делая воздух влажным и густым, мешая дышать. Отец ходил выпить и в челюсть, не дать не взять жаждущий реванш боксер, и скрипел зубами так громко, что звук разносился по всему дому. Швырял вещи, но не в нее, а рядом с ней. Я уверен, он убеждал себя, ни за что ее не ударив. Я уверен, он никогда не считал себя жестоким, но отец превратил нашу семейную жизнь в бесконечное путешествие по неровным дорогам с водителем, затаившим в душе злобу, в отпуск, который не приносил радости. Не вынуждай меня разворачивать машину! Да, пожалуйста, разворачивай. Не думаю, что отец относился так исключительно к маме. Ничуть не меньше его раздражала любая женщина. Он считал женщин глупыми, легкомысленными, надоедливыми. Вот тупая сука! Этими словами он характеризовал любую женщину, вызвавшую его недовольство. Водителя, официантку, школьную учительницу. Моих учительниц он, пожалуй, в глаза-то не видел никогда. На родительские собрания не ходил. Вонючее бабье царство, как он выражался. Я помню, как в 1984 году кандидатом в президенты стала Джеральдино Ферраро, а мы всей семьей смотрели за обедом телевизор, когда прозвучала эта новость. Моя мама, моя хорошая, добрая мама, погладила гопа по голове и сказала «Вообще-то здорово, по-моему». Тогда папа выключил телевизор и заявил «Это розыгрыш. Ты же видишь, это дурацкий розыгрыш. Это все равно, что обезьяну усадить на велосипед». Прошло еще пять лет, и мама решила, что с нее довольна. Однажды, вернувшись из школы, я не застал отца. Еще утром он был, а после обеда собрался и ушел. Мама усадила нас с сестрой за обеденный стол и объявила «Мы с вашим папой решили пожить пока порознь». Го расплакалась и закричала «Тогда я ненавижу вас обоих!» Но вместо того, чтобы убежать к себе в комнату и там нарыдаться вдоволь, как и положено после таких слов, подошла к маме и обняла ее. Вот так мой отец ушел, а моя слабая, изнуренная мама располнела и стала выглядеть просто счастливой. Как сдувшийся воздушный шар, в который подкачали воздуха. В течение года она превратилась в веселую, бодрую, добрую хозяйку, какой оставалась до самой смерти. «Слава Богу, что вернул нам прежнюю Морин», сказала ее сестра, как будто до того женщина, растившая нас, была самозванкой. Что касается отца, то я с тех пор я общался с ним раз в месяц по телефону, очень сдержанно рассказывая о своей жизни. Об Эмми он спросил один единственный раз. «Ну и какова она, твоя Эми?» Вопрос не подразумевал иного ответа, кроме «Она прекрасна». он оставался угрюм отстраненным и после шестидесяти, медленно погружаясь в слабоумие. «Если приходишь раньше всех, никогда не опоздаешь». Вот жизненный девиз моего отца. Но он распространился и на болезнь Альцгеймера. Постепенно отец опускался все ниже и ниже, и в конце концов пришлось поместить нашего независимого жена-ненавистника в огромный дом, провонявший насквозь куриным бульоном и мочой, и где его окружали и ухаживали за ним только женщины. Ха! Наш отец был ограниченным человеком, по крайней мере, так всегда говорила наша добрая матушка. Он ограниченный, но никому не желает вреда. И все-таки вред он нам причинил. Я сомневаюсь, что моя сестра когда-нибудь выйдет замуж. Когда она грустная, раздраженная или сердитая, боится, что мужчина посмеется над женскими слезами. И я такой же. Все хорошее, что во мне есть, я перенял от мамы. Могу шутить, могу смеяться, могу поддразнивать, могу хвалить и помогать. Я могу быть светлым, как солнце в ясный день, но я не могу одного иметь дело с рассерженной или плачущей женщиной. Тогда я ощущаю, как во мне самым отвратительным образом вскипает отцовская ярость. Эми могла бы многое рассказать об этом. Нет, она точно рассказала бы все, если бы не пропала. Я видел Ранда и Мэри Бет всего лишь за миг до того, как был замечен ими. И я подумал, не злятся ли они на меня. Я совершил непростительный поступок, не позвонив им сразу. Из-за моей трусости родители Эми провели вечер, как и собирались. Теплая погода, скачущие по корту желтые мячики, поскрипывание кроссовок, обычный вечер четверга. А в это время пропала их дочь. Ник, произнес Рант Элиот. Он сделал три широких шага в мою сторону и, когда я уже готовился принять удар, обнял изо всех сил. Ты как, держишься? шепнул он мне в шею, покачал немного, потом тоненько всхлипнул, проглотил рыдание и сжал мою руку. Мы обязательно найдем Эмми. Ник, у нас нет иного выхода. Просто поверь в это. Несколько секунд Рант Элиот сверлил меня голубыми глазами, а затем снова всхлипнул три раза подряд. Казалось, секает. И тут Мэри Бет протиснулась к нам сквозь толпу и спрятала лицо под мышку мужа. Когда мы с тестем рассоединились, она посмотрела на меня снизу вверх огромными круглыми глазами и произнесла «Это просто... просто кошмар. Как ты, Ник?» Мэри Бет говорила «Как ты?» Это была не простая любезность, а жизненно важный вопрос. При этом она смотрела мне в лицо и я не сомневался. Теща очень внимательно следит за каждым моим движением. Миссис Элиот полагала, что каждый поступок должен быть рассмотрен, оценен и классифицирован. Любая мелочь что-то означает, любой пустяк может оказаться полезным. Мама, папа и дитя, продвинутые люди с учеными степенями по психологии с девяти утра до полудня выдавали на гора больше глубоких выводов, чем многие люди за месяц. Я никогда не забуду, как однажды за обедом отказался от Вишневого Коблера, а Ранд вдруг склонил голову на бок и сказал «Ага, тут у нас иконоборец презирает легкий символический патриотизм». Я хотел отшутиться, мол, Вишневый Коблер не самое любимое мое блюдо, а Мэри Бетт коснулась руки Рандо. Это из-за развода его родителей. Все те вкусняшки, десерты и прочее, которые приняты есть за семейным столом, вызывают у Ника отрицательные эмоции. Это казалось глупым, но льстило невероятно. Люди тратили столько сил, чтобы разгадать мою натуру. Ответ «Я просто не люблю Вишни». Близилась половина двенадцатого. В полицейском участке стояла какафония. Звонили телефоны, кричали люди. Женщина, чего имени я не расслышал и у которой рассмотрел только раскачивающуюся копну волос, вдруг оказалась рядом со мной. Я понятия не имел, как долго она находилась поблизости. И самое главное, Ник, нужно привлечь людей к поискам Эми. Надо им показать, у нее есть семья, ее любят и хотят. Все будет под контролем. Ник, вам нужно будет НИИИК. Чего? Люди захотят услышать заявление ее мужа. Через все помещение ко мне бежала Го. Она проводила меня до управления, потом отправилась в бар, но пробыла там не более получаса, а теперь вернулась, как будто не видела меня неделю, и лавировала между столами, не обращая внимания на молодого офицера, которому наверняка поручили провести ее внутрь спокойно и без шума. «Пока все хорошо?» спросила Го, крепко обнимая меня одной рукой. Но в семейке Дан никогда не получалось правильно обниматься, ее палец сткнулся мне в правый сосок. «Жалко, что мама сейчас не с нами», шепнула она, будто читая мои мысли. «Нет новостей», произнесла сестра, отстранившись. «Ничего, мать его, ничего». «Похоже, ты не слишком хорошо себя чувствуешь». «Я чувствую себя как сраное дерьмо», хотелось добавить, что я поступил как полный идиот, не прислушившись к ее словам о выпивке. «Я бы тоже прикончила бутылку», сестра похлопала меня по спине. «Так, уже пора», волшебным образом материализовалась женщина из прессы. «Получится неплохая передача на выходные, на четвертое июля». Она проводила нас в мрачный конференц-зал. Алюминиевые жалюзи, складные стулья и стайка скучающих репортеров и заставила подняться на сцену. Меня охватила третью речь на второстепенной бизнес-встрече, когда аудитория заполнена усталыми людьми, только и думающими о том, как бы вырваться на обед. Но репортеры приободрились, увидев меня, молодого, прилично одетого парня. Потом администраторша водрузила на подставку картонку с наклеенной увеличенной фотографией Эми. Восхитительный портрет. Глядя на него, хотелось воскликнуть. «Ну как, может быть, женщина столь прекрасна?» Она могла. Она прекрасна. Я, не отрываясь, смотрел на фотографию моей жены, а в это время репортеры защелкали и зажужжали камерами. Я вспоминал тот день в Нью-Йорке, когда разыскал ее после долгой разлуки. Тогда я увидел только светлые волосы и затылок, но сразу узнал Эми. Я воспринял это как знак. На своем веку мне случалось видеть миллионы голов, но я сразу распознал изящный череп Эми, плывущий впереди по седьмой авеню. Я понял, что это она, и понял, что нам суждено быть вместе. Сверкали вспышки. Я встрепенулся и огляделся по сторонам. Происходящее казалось сюром. Так часто говорят люди, описывая что-то необычное. Раньше я думал, ну, откуда вы, мать вашу, можете знать, что такое сюр? Похмелье давало о себе знать, левый глаз пульсировал словно сердце. Фотокамеры продолжали щелкать, кинокамеры жужжать. Два семейства, поджав губы, стояли рядом. Из всех нас только Го немного напоминал живого человека. Остальные биороботы, клонированные и растыканные туда и сюда. Эми на картинке и то выглядела более живой. Всем нам доводилось видеть подобные пресс-конференции, когда бесследно пропадали другие женщины. И теперь мы сами вынуждены играть в спектакли для прессы, взволнованная, но преисполненная надежд родня, мутные от кофеина глаза, руки, как у тряпичных кукол. Прозвучало мое имя, аудитория затаила дыхание. Шоу начинается. Позже, просматривая новости, я не узнавал свой голос и даже едва-едва узнал лицо. Последствия пьянки меня не красили. Не человек, а мешок с дерьмом. Я очень боялся, что голос будет дрожать, а потому фразы получались рубленными, будто я читал срочные сообщения. Мы хотим, чтобы Эми вернулась домой целая и невредимая. Совершенно фальшиво и неубедительно. С таким же успехом я мог произносить случайные числа. Рандо Элиот подошел и попытался спасти меня. Наша дочь Эми жизнерадостная, всеми любимая девочка. Это единственный ребенок в нашей семье. Она умная, красивая и добросердечная. Удивительная Эми, вот она кто. Мы хотим, чтобы она вернулась. И Ник хочет, чтобы она вернулась. Он положил ладонью на плечо, промокнул платком глаза, и я невольно ожесточился. Во мне снова заговорил отец. Мужчины не плачут. Мы все хотим ее вернуть, продолжал Ранд. Вернуть в семью, к родным и близким. Наш координационный пункт будет находиться в гостинице Дейз. Позже в газетных новостях появились фотографии Ника Данна, мужа пропавшей женщины, которая стояла с туканом рядом с тестем. Руки скрещены на груди, остекленевший взгляд. Он выглядел почти скучающим рядом с плачущими родителями Эми. А дальше было хуже. Моя запоздалая реакция. Стремление показать, что я не говнюк, я неплохой парень, несмотря на пустой взгляд и надменное лицо придурка. Вот она. Откуда не возьмись, улыбка, о которой просил Ранд. Улыбка так необходимая для его дочери. Улыбка убийцы. Эми Элиот Дан. 5 июля 2010 года. Страница дневника. Я не собираюсь ругать Ника. Я не ругаю Ника. Я отказываюсь. А отказываюсь становиться сварливой рассерженной девчонкой, сыплющей упреками. Когда я выходила замуж, то дала себе два обещания. Первое не делать из него дрессированную обезьяну. Второе никогда ни при каких обстоятельствах не говорить. Это меня устраивает, что ты решил вернуться домой попозже, что на выходные отправился на мальчишник, что решил сделать что-то, чего тебе хочется, а потом пилить его за то, что он воспользовался моим потворством. И вот теперь я нахожусь в опасной близости от черты, за которой могу нарушить оба обещания. И все же, сегодня третья годовщина нашей свадьбы, я сижу в доме одна денешенька, кожу на лице стянула как маску от слез. А все потому... Ну ладно, потому что... Просто сегодня днем я получила голосовую почту от Ника и сразу заподозрила неладное. Я поняла это наверняка, когда услышала, что звонит он из своей любимой забегаловки, а на заднем фоне звучат мужские голоса. Ник сперва долго молчал, как будто не решался начать разговор, а потом я услышала его голос, слегка неразборчивый уже ленивый от выпивки. Я поняла, что сейчас разозлюсь, дыхание участилось, губы поджались, плечи напряглись. Мне не хотелось впадать в ярость, но все равно она накатывала. Разве мужчинам не знакомо это чувство? Ты не хочешь злиться, но оно сильнее тебя. Все потому, что хороший обычай разбит в дребезги. Или может обычай не самое правильное слово? Привычка? Обряд? Правда, обычай привычка обряд, наш юбилей, похерен по уважительной причине. Я все понимаю, я не возражаю. Слухи не врали. Шестнадцать сотрудников из журнала, где работает Ник, сегодня уволены. Треть всего штата. Ника пока оставили, но он чувствует себя обязанным угостить остальных. Эти парни набились в такси и покатили по второй авеню, притворяясь, будто им все нипочем. Некоторые отправились домой, к женам, но большинство осталось. Ник собрался всю ночь нашей годовщины до утра колесить по стриптиз баром и дешевым кафе, флиртуя с 22-летними девчонками. Моего друга только что уволили, нужно, чтобы кто-нибудь его утешил. И эти отныне безработные провозгласят Ника великим человеком, так как он оплачивает их выпивку со своей кредитки, которая связана с моим банковским счетом. Ник прекрасно проведет время вместо празднования нашей годовщины, о которой он даже не упомянул в сообщении. Просто сказал, я помню, у нас были кое-какие планы, но... Я, как девчонка малолетка, навоображала себе, что у нас есть семейные обычаи. Разбросала по всему городу коротенькие любовные записки, напоминающие об очередном годе, прожитом вместе. Я представляю себе мой третий ключ в центральном парке, приклеенный скотчем в нижнем углу буквы Ви скульптуры Лав Роберта Индианы. Завтра какой-нибудь скучающий двенадцатилетний турист, волочаясь позади родителей, сорвет его, прочитает, пожмет плечами и швырнет в урну, как обертку отживательной резинки. Я придумала исключительное завершение охоты за сокровищами. А кому оно теперь нужно? Великолепный винтажный портфель. Кожа. Ведь третья годовщина свадьбы кожаная. Подарок, полезный для работы. Возможно, это не самая лучшая идея, особенно сейчас, когда там далеко не все безоблачно. А на нашей кухне, как всегда, ждут своего часа два живых омара. Ну, или, как я предполагала, что как всегда. Надо позвонить мамочке и спросить, протянут ли лобстеры до завтра, удивленно ползая в коробке, или мне, слегка косев от вина, следует ополчиться против них и сварить в кастрюле без всякой стоящей причины. Я убью двух ракообразных, которых даже не стану есть. Позвонил папа, чтобы поздравить нас с годовщиной. Я взяла трубку, намереваясь изображать спокойствие, но, едва начав разговор, сорвалась на плач, ужасный плач обиженного птенца. Поэтому пришлось признаваться, что же случилось. Он посоветовал откупорить бутылку вина и хорошенько клюкнуть. Папа всегда ратовал за целебную меланхолию пополам с самокопанием. Но ведь Ник наверняка рассердится, услышав, что я пожаловалась Ранду, который поотечески похлопает его по плечу и скажет, «Ники, я слышал, тебе пришлось набраться в годовщину свадьбы на стороне. Ник узнает и будет на меня дуться. Он хочет, чтобы мои родители видели в нем совершенство. Когда я рассказываю, какой у них безупречный зять, он прямо-таки сияет от счастья. Но не сегодня вечером. Я знаю, я знаю, что веду себя, как ребенок». Пять часов утра. Встает солнце, почти такое же яркое, как уличные фонари, которые только-только выключились. Мне всегда нравится этот миг, конечно, если я не сплю. Порой вытаскиваю себя из кровати и брожу по рассветным улицам, легонько постукивая каблуками. Тогда кажется, будто я наблюдаю нечто особенное. А вот и фонари погасли. Спешу заявить, в Нью-Йорке три или четыре часа утра вовсе не тихое время. Слишком много народу возвращаются из баров, вызывают такси, кричат в свои мобильники, спеша накуриться перед сном. А вот пять утра наилучший час. Даже цоканье твоих каблучков по тротуару кажется противозаконным. Люди попрятались по бетонным коробкам, и весь город принадлежит тебе. И вот чем все закончилось. Ник вернулся домой после четырех утра, насквозь пропитавшись вонью пива, сигаретного дыма и яичницы. Настоящая плацента из вони. Я не спала, дожидаясь его. Голова трещала после просмотра уймы серии закона и порядка. Мой муж уселся на атаманку и молча взглянул на мой подарок, лежащий на журнальном столике. Я пристально смотрел на него. Ник явно не собирался просить прощения. Многое пошло сегодня наперекосяк. Единственное, чего я хотела, коротенького спасибо. С прошедшей годовщиной начала я. Он глубоко со стоном вздохнул. Эми, у меня был самый дерьмовый день в моей жизни. Не заставляй в придачу ко всему мучиться совестью. Ника вырастил отец, который никогда, ни при каких обстоятельствах не оправдывался. И уж коли мой муж чувствует, что провинился, то переходит в наступлении. Я знаю это и обычно стараюсь переждать. Я просто сказала с праздником. Ну да, с праздником, скотина. И спасибо за то, что позабыл обо мне в такой прекрасный день. Мы сидим молча около минуты. Мой желудок скручивается в узел. Я не хочу в этом споре быть плохой. Я этого не заслужила. Наконец Ник встает. Ладно, как все прошло, тупо спрашиваю я. Как прошло, это просто жопа. Шестнадцать моих друзей сейчас безработные. Так жалко, а? Скорее всего, через несколько месяцев и меня вышвырнут. Друзья. Половина парней, о которых он говорит, не были даже его приятелями. Но я не возражаю. Ник, знаю, тебе сейчас страшно, но зато тебе не страшно, Эми. Тебе не бывает страшно. Это нам, остальным не позавидуешь. Ну вот, завел шарманку. Ника бесит, что мне никогда не приходилось заботиться о деньгах и не придется. Он считает, что от этого я мягче, чем все вокруг, и тут я с ним не стану спорить. Но все-таки я работаю. Хожу на работу и с работы. Некоторые мои подруги вообще никогда не работали. Они отзываются о людях, вынужденных трудиться, с жалостью, как о толстой девушке, с таким милым лицом. Они придвинутся поближе и шепнут в манере актера Нойла Кауарда. Ну конечно, Эллен у нас работяга. Они не принимают это всерьез, поскольку я в любой миг, когда захочу, могу уволиться. Я готова целыми днями слоняться по благотворительным комитетам, улучшать домашний интерьер, возиться в саду, и мне кажется, что эти занятия ничуть не хуже других. Женщины делают немало полезных дел, которые почему-то принято считать никчемными. Но я работаю. Ник, я на твоей стороне. Мы будем вместе, что бы ни случилось. Мои деньги это твои деньги. А как же брачный контракт? Он пьян. Он всегда вспоминает о брачном контракте, когда пьян. Злость моя возвращается. Я говорил ему сотню раз, и не одну сотню, что брачный контракт всего лишь бизнес. Его не существует ни для меня, ни для моих родителей, только для их адвокатов. В нем ничего не говорится о нас с Ником. Он прошагал на кухню, вывернул мятые доллары из бумажника на кофейный столик, скомкал квадратик бумаги для записи и швырнул его в мусорное ведро вместе с помятыми чеками. Это дерьмовая тема для обсуждения, Ник. Это дерьмово по ощущениям, Эми. Он идет к нашему бару осторожной неуверенной походкой хмельного человека и наливает себе виски. Утром плохо будет, замечаю я. Ник поднимает стакан, будто пьет за мое здоровье. Тебе никогда этого не понять, Эми. Просто не дано понять. Я работаю с четырнадцати лет. Я не ездил в спортивные лагеря или лагеря для творческой молодежи и не занимался с репетиторами. Вместо всего этого дерьма, обычного для вас, нью-йоркцев, я протирал столы в молле и косил лужайки, ходил на пароходе до Ганнибала и одевался ради туристов как сраный гек финн. Я очистил сковородки для десерта воронка по ночам. Меня разбирает смех, если не сказать дикий хохот. Еще немного и он прорвется наружу, заразит Ника, и мы будем смеяться вместе, пока ох уж это благоговейное оглашение послужного списка. Выйдя замуж за Ника, я твердо усвоил. Простой человек должен заниматься черт знает чем, чтобы заработать себе на жизнь. Теперь я всегда приветливо машу наружным рекламщикам в костюмах, изображающих какую-нибудь еду. Я впахивал круче всех в журнале только для того, чтобы попасть в штат. Двадцать лет и шачил как проклятый. А теперь все висит на волоске. Я не знаю, какие гребаные меры принимать, если я не хочу вернуться на родину и снова стать речной крысой. А не староват ли ты изображать Гекко Финна, сказал я. Эми, а не пошла б ты в жопу. С этими словами Ник уходит в спальню. Раньше он не произносил ничего подобного, но ругательство настолько легко сорвалось с языка, что я осознаю то, о чем никогда не задумывалась. Он наверняка так думал. И много раз не думала, что стану женщиной, которую посылает подальше собственный муж. Мы обещали друг другу никогда не засыпать в плохом настроении. Уступайте, договаривайтесь и не ложитесь в постель сердитыми. Вот три совета, которые всегда давали и будут давать новобрачным. Но с недавних пор мне кажется, что на уступки иду только я. Попытки договориться ни к чему не приводят, а Ник, не задумываясь, ложится в кровать сердитым. Он способен глушить свои эмоции, это ему как кран повернуть. Вот уже храпит. А я не могу удержаться, хотя это не мое дело, и ведром и вытаскиваю чеки. Только так могу выяснить, где же он шлялся всю ночь. Два бара и два стриптиз-клуба. Легко представить себе, как он сидит там, болтая обо мне с друзьями. Он наверняка говорил обо мне, иначе мелкое грязное оскорбление не вылетело бы с такой готовностью. Потом я воображаю, как он сидит в более дорогом стриптиз-клубе из тех, которые предназначены доказывать мужчинам, что они правят миром, а женщины обязаны им служить. Плохая акустика и оглушительная музыка. Так задумано, чтобы никто не мог просто беседовать. Женщина с дряблыми сиськами усаживается на колени моему мужу, а тот поклянется, что это просто для прикола. Волосы рассыпались у нее по спине, губы влажные от блеска. По мнению Ника, ничего такого, что могло бы меня задеть. Невинные мужские забавы. Он думает, что я просто посмеюсь над этим и что не стану брать в голову. Потом я разворачиваю смятый квадратик бумаги для записей. Вижу женский почерк, Ханна и номер телефона. Жаль, что имя не такое дурацкое, как в кинофильмах. Прочитав Кэнди или Бэмби, не говоря уже о Мисти с сердечком над обоями И, я бы только глаза выпучила. Но эта Ханна реальная женщина, наверное, такая же реальная, как и я. Ник никогда не изменял мне, он клялся в этом, но я знала, что возможности у него предостаточно. Я могу спросить его об этой Ханне, и он, конечно же, ответит, что понятия не имеет, почему ей в голову взбрело дать свой телефон, а вежливость не позволила ему отказаться от записки. И это может быть правдой, а может и не быть. Если Ник изменяет, то никогда в этом не признается, ведь в последнее меньше и меньше. Вот, предположим, смотрит на меня через стол за завтраком, как ни в чем не бывало, зачерпывая ложкой хлопья, и думает, какая же я дура, разве можно уважать дуру? И я снова плачу, теперь уже с запиской от Ханны в руке. Очень по-женски, правда? Всего лишь один мальчишник, и мысли о возможной измене способны разрушить брак. Я не знаю, что мне делать, даже предположить не могу. Чувствую себя чем-то средним между визгливой скандалисткой и выжатой половой тряпкой. Не знаю, на кого из них я похожа больше. Я не хочу злиться, даже не понимаю, а надо ли мне разозлиться. Прикидываю, может собраться и переехать в гостиницу, пусть для разнообразия он поревнует. Так я раздумываю несколько минут, а потом резко выдыхаю и вхожу в нашу пропитавшуюся алкогольными испарениями спальню. Когда я укладываюсь на кровать, Ник поворачивается и обнимает одной рукой, утыкаясь носом мне в шею. И мы одновременно говорим «Прости меня». «Прости » Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok